Суровый веб, тот самый подкаст от UwebDesign из Челябинска. Пиксели против относительных единиц измерений. Как накладывать элементы в CSS? Почему удаленная работа выгоднее бизнесу, чем вам? Почему удаленная работа выгоднее бизнесу, чем погнали? Я думаю, что погнали выгоднее всем. Все так думают, но нет. На самом деле погнали выгоднее. Подожди, подожди, подожди. Погнали так всем выгодно, а вот удаленная работа невыгодна. Погнали. Надо по булевой алгебре уже восстановить. Кому что выгодно, кто что погнал и так далее. Короче, да, мы погнали. 221 выпуск подкаста «Суровый веб», проект UwebDesign. Сегодня 14 января 2020 года. Воу, 2020. О, 15 уже. Уже 15, да. 22 минуты первого по Челябинску. С вами Александр Гончаров, который вот на том проводе. А я Никита Тарасов. А сейчас мы будем говорить про Билли Айлиш. А? Как это тебе зовут? Про Мэл Дизайн подкаст. Посмотри, как мы к ней подмазались. Она две Apple награды выиграла по музыке. И мы такие вдруг. Ни одной не выиграли еще. Но по подкастам. Но выиграли, наверное. У меня просто есть по музыке грамота. Это хорошее, да. Сколько годиков уже? Много, ответит Билли Айлиш ему, а так да. Короче, мы тут вам привезли несколько классных темок. И мы, как вы понимаете, сегодня на Винде пишем. Мы продолжаем вебками смотреть в ваши глаза. Можете нам в глаза посмотреть. И да, сегодня уже лучше будет качество даже у вебок. Поэтому, в принципе, мы качественно растем, как опухоль. Только мы добро качественно растем. Доброе качественно. Тем более, что в 2020 мы вообще какими-то семимильными шагами. Сегодня, значит, в прошлый раз мы вебки такие. В этот раз сяки. В следующий раз реально VR на украинском. И у нас вообще полет. Мы куда-то в космос летим. Мне кажется, просто следующее. Это Илон Маск про нас напишет в Твиттере. А потом Трамп. Лучше давай без Трампа как-нибудь. А то он сейчас какие-то... Это уже плохая примета, если про нас Трамп написал. Он что-нибудь будет грозить нам. Скажет, раз бомбит ее веб-дизайн. Зачем нам эти проблемы? Ну да, всякое может быть, конечно. Так, ну все. Я тогда переключаюсь на этот... На браузер. На браузер? Давай. Да, кстати говоря, если мы говорим о пожеланиях зрителей и слушателей... Точнее зрителей. Слушателям насрать, что у меня в браузере был маленький масштаб. Они ничего не видели. Я увеличил. Уж я, в принципе, все подкасты иногда взял, брал до какой-нибудь темки, увеличил. А сегодня я прям подготовился, и я все темки увеличил масштаб до нормального. Чтобы было видно, понятно и так далее. Поэтому, в общем и в целом, прям... Сегодня беспрецедентно качественный подкаст. Сейчас он должен не записаться после этих слов, но... Ну вот и посмотрим. Как вообще, как с нами? Насколько мы лайкеры с тобой? Посмотрим. Я что тебе хочу сказать? Я тебе хочу сказать, что первая тема, она для тех людей, которые нам сказали, что душа ушла из подкаста и перешла вся в прейшоу. Я считаю, что первая тема, это почти прейшоу-стайл тема. То есть, это то... У нас есть прейшоу подкаста. Если что, мы его выкладываем на патреоне. Patreon.com.slashwebdesign. Там можно послушать просто болтовню нашу. Не на какие-то там определенные темы, а просто в разброс, хаотичная импровизация. Такой подкаст Primal. Скажем так, такой очень подкаст из какого-то века. Еще когда, вот как изначально выглядели люди, вот как изначально выглядели подкасты, вот так... И из палеоэлита подкаст, я понял, да? Абсолютно. Там с челюстью такой подкаст, мощный такой. У него башка такая, ну, блин, как вот. И, короче, там, значит, вот в этом всем хомо-деграданстве, мы могли бы обсудить вот такую темку абсолютно. Вот первая тема, она как у нас в прейшоу. Но мы здесь ее будем обсуждать на полном серьезе, и вы можете понять примерно, о чем мы говорим в прейшоу. Вот. Да, тем более, кстати, к этому выпуску, к сегодняшнему прейшоу, не очень большое было. Вот. Поэтому, в принципе, вот мы не расплескали вот этот ваш прейшоу иный задор, и сегодня вот его в основном подкасте выдадим. Да, первая тема. Главную песню к 25-му фильму о Бонде написал Билли Айлиш. Написал, я почему-то прочитал. Написал о Билли Айлиш. Так, ну-ка. Вот. Это просто у нас есть поп-такие темки, поп-темки. Не переживайте, подкаст про веб-дизайн напоминаю. И первая тема – разогреться просто. Просто разогреться. 25-й фильм к Бонду. Билли Айлиш. Песня. Я начну с того, что я знаю. Я знаю, что мне очень нравятся вообще все песни, которые делаются к фильму Бонда. Я смотрел несколько последних Бондов. Вот. Я даже смотрел некоторые Бонды без Дэниела Крейга. Но там было не очень хорошо. Но я смотрел их маленькие, поэтому мне все равно нравилось очень сильно. И я смотрел Бонда, который называется «Умри, но не сейчас». Вот. Кроме Дэниела Крейговского. А вообще в Дэниел Крейговских бандах там везде очень качественно, умно подошли к выбору с вот этого глазоглавной вот этой темы, песни так называемой. Которую вот в очередном фильме, в 25-м Билли Айлиш исполнит. А в прошлых была, в «Скайфоле» была «Адель», это я точно помню. А в «Спектре» был Сэм Смит, 27-летний. И здесь говорится, что моложают, молодеют. Болезнь молодеет. Вот. И, значит, все молодее и молодее. Чуваки пишут. Не просто Хансы Циммеры. Всякие там ваши старики, вот эти пердуны. А чуваки, которые, значит, более молодые, поближе к аудитории Бонда. Вот сейчас Билли Айлиш. Ей, естественно, там 18 лет. Да, 18 лет. То есть, это, ну, совершеннолетие есть. Можно и к Бонду написать. Трэк. И да, и, кстати говоря, по поводу того, что нравится. Кроме того, что нравятся песни, которые сделаны. Ну, особенно «Скайфол», понятно, это было вообще там великое что-то. Еще и видеоряд гениально делают. Там такой видеоряд надо еще, знаешь, посылать тоже на отдельные какие-нибудь фестивали графики. Потому что там так все сделано. Ё-моё. Там, во-первых, с идеей. Там есть какой-то смысл в каждой вот этой заставке. Там опенинг вот этот бондовский, который сделан. Как-то там все так вкусно. Там, короче, значит, и со смыслом, и вроде и интересно, и вкусно. И что-то ты можешь для себя, значит, понять, о чем будет дальше фильм. А потом вернуться назад после просмотра фильма к этому вот опенингу. И, а вот, а да, вот это то, это все, это. В общем, классно сделано. Рекомендую. Вообще, кто не смотрел Джеймса Бонда с Даниэлом Крейгом, агентом 007, посмотрите. Можете даже вместе со «Спектром», тем не менее, насколько мне не очень понравился «Спектр», но можете вместе с ним посмотреть, то есть четыре части Джеймса Бонда. Это, получается, будет пятая часть, тоже с Даниэлом Крейгом, как я понимаю. И тоже Билли Алиш. Вот, и Билли Алиш делает. В основном там всегда такие немного задушу берущие треки. Соответственно, видимо, здесь тоже такое будет. Вряд ли они там прям какой-то хип-хоп включат. Может быть, будут элементы хип-хопа, конечно. Но я думаю, что будет что-то примерно вот в стиле такого гнетущего, нагнетаемого, такого, знаете, ходящего по лезвию трека. Как я думаю. Посмотрим, как получится. Ты что думаешь? Слушай, я как минимум понимаю, что вот этот вот Бонд, он будет мостиком к перезапуску франшизы. Ну, собственно, это достаточно очевидно. То есть, убьют Даниэла Крейга? Слушай, там я помню. Да, там же вроде прям они обещали. Я где-то читал то ли спойлеры, то ли хрен его знает что. Я читал, что они именно сюжетно его отправят на пенсию. Что именно он свой номер отдаст вот этой вот даме, которая будет там потом. Угу, угу. В смысле, ну, 0.07. Так я напоминаю, что они нолик получают только когда убивают, там что-то такое. Да, второй ноль. Ну, какая... Просто суть в том, что 0.07 это же бренд. И вот они сюжетно обыграют, что он именно 0.07 номер отдаст вот... То есть, я так понял, уже она здесь будет. То есть, именно актриса, которая будет играть 26-го, ее прям здесь введут. Либо в 26-м еще суперстарый Крейг себя сыграет, там, ну, чисто на первый момент какой-то. Мне кажется, ее просто, если она и будет, вот как мне кажется, если она и будет, она будет просто под конец, выйдет. Ну, да, 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 да. То есть, не то, что они будут, знаешь, это как в Росомахе, в Логане, точнее, простите, в фильме «Логан». Там девочка, которая будет продолжателем Росомахи, значит, новым Росомахой, она весь фильм как бы бок о бок. Это про нее эта история, как она... Я думаю, здесь будет Крейг по полной. Я вот более чем уверен, здесь будет Крейг по полной, только если она и будет, она будет в конце, когда он уже на пенсию спишет и будет, ее там со спины покажет издалека, там, все, и классно. И все такие... Ну, так же, как нового Бонда, нового М вводили в конце Skyfall, он, ну, хотя он, блин, дерьмо, нет, он там все равно был внутри Skyfall, посерединке, там, он в зале суда с ним сидел и так далее. Но там в конце он заходит, и, хоп, это новый М. Актер, кстати, он в кабинете. Да, 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 вот тот актер, который в Волан-де-Морте играл. Здесь будет Крейг заходить в конце, и там вот новый агент 07. Ну, короче, вот, и это... А что про песню-то? Так я и хочу сказать, что Билли Айлиш — это символ того, что они реально делают мостик от бумеров к зумерам. И вот, ну, они должны были всем, даже вот начальным треком, заинтересовать молодежь к этой франшизе, и все они такие, хоп, навострились. О, блин, нихрена, это же фильм, которому Билли Айлиш написала трек. А что, это-то франшиза какая-то есть? И хоп, и они будут ждать уже новую серию, потому что она уже будет чисто под них заточена по Диснею, как бы, и да. То есть я вот, я не сомневаюсь, что трек будет реально прикольный, я не сомневаюсь, что мне трек понравится. Кстати, Сэм Смитовский трек тебе как? Он не очень кетча, но он нормальный. Я не могу его вспомнить, я помню, что трек «Казино Рояль» у меня намного больше понравился, но я не помню, кто его исполняет. Короче, знаешь, вот я тебе так скажу, трек, он как часть, как часть, вот как весь все кино, вот он такой же трек. Так вот, Сэм Смитовский трек, он немножко безликий, так же, как Спектр. А, допустим, Скайфоловский трек, он, короче, такой же ликий, как весь Скайфол. Ну да, Скайфол, разумеется, круче, чем Спектр, но при этом Спектр мне тоже понравился. Ну, я понимаю, что да, ты адепт того, что режиссеры сильно много решают. Я просто, когда смотрел Скайфол с комментариями режиссера и с комментариями продюсеров, и там, ну, то есть режиссер прям, ну, вот этот Сэм Мендес, он прям говорил, тут мне сказали вот так сделать, тут мне сказали вот это сделать, а те чуваки, которые продюсеры, там, мужик и женщина сидели, именно метро Голдвин Майричи, или там они уже, ну, ты понял, короче, которые бабки дают. Они сказали, ну, короче, мы здесь вот подумали, так можно сделать, здесь мы, в принципе, придумали вот это, сказали Семе, он там сделал, там. То есть они именно сидели, как будто это их фильм. Забей, хорошо, даже The Henson с Сэмом Мендесом, они же сидели на Скайфоле. То есть эта тройка всегда работала последние две части. Да. Я не уверен, что они умышленно сделали так. Я думаю, что, ну, в смысле, просто, ну, хорошо, их тройка сработала хуже в спектре, как мне кажется. Мне меньше понравилось, чем в Скайфоле, по крайней мере. Хотя там были актеры тоже гениальные, там был чувак, который, Кристоф Вальц там был, там, короче, ну, там все было для этого. Там был какой-то, там все, опять гениальные, значит, всякие, вот этот вот, который сначала мексиканский день смерти, там, все вкусно вроде. Но в итоге что-то, ну, как-то хрен знает. Да просто, ну, я приверженец того, что все решает сценарий. Ну, не все, а там, не знаю. 70% фильма делает сценарий. И сценарий спектра просто слабее, чем сценарий Скайфола. Как минимум, потому что в Скайфоле очень много к прошлому идут они. То есть там его детство, его родовое поместье, там М убивают, там, соответственно, скрывается, что этот там Хавьер Бардем был его вечным врагом, и они там, типа, как раз соперничали за внимание М, как за внимание там матери. Ну, то есть там очень много таких глубинных штук поднято. В спектре просто этого не было. Там, типа, ну, завершение вот этой вот, именно, там был просто сюжет-сюжет, там был приключенческий сюжет, а в Скайфоле была драматургия. И я уверен, что есть люди, которые скажут, что, блин, «Инспектор» классно, потому что это вот практически как про ковбоев фильм. Нет, это практически как «Квант Милосердия» какой-нибудь. Ну, да «Квант Милосердия» просто говно, понимаешь? «Квант Милосердия» вообще хуже всего, потому что там реально говнище, там еще у них реально были тяжбы по деньгам, и они на середине фильма у них бабки плюс-минус закончились, и они досняли уже говно. Я думаю, что с «Сеодины» фильма такая скучная начинает. Вот, вот, вот. То есть там тоже, я же слушал, и у них это, как знаешь, была вот эта вот, когда забастовка сценаристов-то была, когда у «Клиники» полсезона сняли не последнего девятого, а именно у седьмого сезона было только полсезона. У первого «Брейкин-бэда» было только полсезона. Вот. Это все было в тот момент, когда была вот эта забастовка сценаристов, и здесь тоже у них какие-то были проблемы. Вот. И вот, может, это то же самое. Я не помню, когда там выходил «Квант Милосердия», но, короче говоря, его ничего не спасло. Хотя, опять же, сюжет до гениального простой по поводу того, что там главный ресурс — это вода, что войны будут за воду и все такое. Но, блин, в итоге, ну, фильм слабый, он слабее всего. Там что-то бегают, там все стреляют, как обычно. Бегает, стреляет. Это как... Это описание всего Бонда — бегает, стреляет. Ну да, я когда вообще у бати спрашиваю на полном серьезе, как тебе Бонд, вот. А он именно... У него-то в молодости запомнился именно Бонд с Шоном Коннери, ну и там пусть с Пирсом Бросненом. И те-то были реально абсолютно просто супергеройски бредовые. Когда-то там на танке он по Москве ездил, как бы. Ну, насколько это вообще адекватно и реально. То есть Дэниел Крейговский Бонд, он, в отличие от тех, он не супергерой прям как ведьмак в Нетфликсовский, а он именно как живой ведьмак из игр. То есть он потрепанный, он может там падать в обрыв и как будто бы умирать. То есть у него какие-то случаются сложности хотя бы. Потому что у предыдущих Бондов сложности не было в принципе. Там просто какие-то ручки, которые взрываются, там часы стреляющие и прочий бред. Но это просто даже как-то смешно. Это, кстати, фишка была Бонда. То, что там вот все эти девайсы. И только в последних частях они ему упростили уже эти девайсы до минимума. Ну потому что его... Он-то реальный был. То есть сделали Бонда-курильщика. То есть такого, который уже прям сильно потасканный, бухающий. Просто сам Дэниел Крейг, он как-то жестко стареет. То ли его именно в тот возраст поймали, когда у него как-то он морщинится стал. То ли он просто дерьмовый образ жизни стал вести после того, как стал Бонда играть. Но он реально плохо эйджится. И это, ну... Это странно. Sorry, sorry. Так бывает. Ну да, на самом деле ему уже и лет много. Посмотрим на нас в его возрасте. Да, посмотрим, как эйджится Билли Айлиш и как у него получится сделать этот трек. Ну, здесь сказано, что трек уже написан. Вот. Но, соответственно, еще не записан на студии финальный вариант. Что значит исполнительница написала трек вместе с братом? То есть она 18-летняя и она может только по присмотрам брата писать треки? Или как я... Да у нее этот брат какой-нибудь Red One или как там звали этого чувака. Или брат сетки Канни Уэст. Ну да, да, да. Хорошо. Это ладно, нормально. Короче, в общем, вместе с ним записали. И она самый молодой музыкант. Что-то я тут еще вычитывал. В принципе, ничего. Bad Guy набрал более 700 миллионов просмотров на YouTube. Да и все. Не время умирать, кстати. Мы уже с тобой, знаешь, как кинообзорщики. Не время умирать, кстати, выходит в прокат в РФ 9 апреля. Кстати, круто. Я что-то думал, это еще какие-то там далекие времена. В принципе, 9 апреля это вот оно на носу. Это сейчас. Это вот сейчас 8, 23 февраля, 8 марта и 9 апреля. Кстати, этот год високосный будет 29 февраля. Наконец-то. То есть те люди, у которых ДРР 29 февраля, они... В этом году празднуют. Причем, знаешь, особенно празднуют люди в Челябинске, потому что... Я откуда вообще узнал, что этот год високосный? К нам Петросян приезжает 29 февраля. А ты идешь на него, соответственно, и такой... Конечно. Я забронировал 3 билеты уже, да. Третий на тебя, если ты еще не знал. Вот. Кстати говоря, в комментариях достаточно скептически отнеслись. Собственно, это видно и по новости. У новости вот этой вот на ДТФ минус 7 рейтинг. Да, а всегда к таким новостям скептически относятся... Вот такие вот комьюнити, как русские комьюнити на ДТФ в комментариях, поверь мне. И состоящие из белых гендерных мужчин. ДТФ это бумерская тема. Бумерская помойка. Тут и зумеры, которые... Вот я уверен, что многие... Если бы мы сейчас были с тобой 13-летние чуваки, какие-нибудь, мы бы тоже сказали, фу, Билли Айлиш, отстой. Это у меня сеструха слушает. Я не знаю, насколько Билли Айлиш вообще популярна среди нынешней молодежи. То есть я понимаю, конечно, что в общем и в целом в мире она сейчас дохрена популярна. Но аудитория у нее, наверное, как обычно маленькие девочки. Я что-то такое... Ну, либо... Большие мужчины. Мужчины? Не знаю. Тоже может быть. То есть как мы с тобой... Ну, конечно. Мы с тобой были фанаты, я думаю, после того, как исходит. А-а-а, я же вспомню. Я когда эту тему тебе предложил, я, знаешь, что подумал? Я подумал еще обсудить сам феномен вот таких вот поп-певиц, которые гиперпопулярны, и насколько они вообще остаются популярными. Просто мне сразу вспомнился пример Леди Гаги. Мне кажется, в свой 2011-2012 она переживала примерно такую же популярность, может быть, даже более сильную. Вот. И где она сейчас? Я тебе хочется спросить. Так со многими. Я думаю, что это... Во-первых, это даже не то, чтобы касается только певиц, или там только певцов, или вообще только этого вида искусства, я имею в виду. Просто сейчас все такое быстрое, четкое, и так много людей хотят друг друга скинуть, и так много надо денег заработать всем, и так много надо всего сделать, что, поверь мне, это все летит, все быстрее и быстрее, и любое такое дерьмо, только ты, короче, зазевался, только ты сегодня на 700 миллионов выпулил Тарикан, то завтра кто-то выпулил на 800 миллионов. И ты уже... Почему? В чем? Почему и так? Я думаю... Давай так, я лучше прошу, почему Леди Гага не выпуливает сейчас свои треки на 700 миллионов. Последний реально музыкальный альбом у нее был в 16-м году. Саундтрек «Звезда родилась» не в счет, это бред какой-то. Ну, то есть, не бред, наверное, если ее интервью послушать, она как обычно, знаешь, вот это любит, это моя самая взрослая работа, там, туда-сюда, там, я больше всего раскрылась. Слушаешь, там просто тупорылая, безликая говнища. Как так вообще, я не понимаю. Почему вот она сейчас до сих пор не творит, что-то не делает, как бы, да. Я не знаю. В смысле, я не могу сказать, почему она, может быть, и делает, но смотри. Ну, я смотрю сейчас Apple Music, и ничего нет. Да, ну, короче, смотри, мы не сравниваем с там, блин, с кем бы хочется сравнить, но ни с кем не хочется сравнивать. Просто, видишь, ты мне сейчас скажешь, что, ну, кто-то же делает, постоянно одно и то же хорошо. У нее, видишь, было настолько популярно, настолько популярно, постоянно делать, мне кажется, нереально вообще. Плюс все равно, ну, люди меняются, времена меняются, и, короче, ее, даже если бы она всегда гениально делала, все равно не было бы так популярно. Но просто она, мне кажется, не делает гениально, потому что все, что я сделал, во-первых, не она писала треки, насколько я знаю. Она писала мелодии, а аранжировки делала, конечно, не она. По-моему... Мелодия, она писала. По-моему, там везде Red One, значит, Red One. Только на первом альбоме. Дальше уже не он, там какие-то уже другие, там Kanye West. Ну, не важно, там аранжировки делали, профессионалы в аранжировках, которые всем делают аранжировки. Они сейчас делают Билли Алиш, брат с братом. Ну, то есть, в смысле, я понимаю, что, как бы, во-первых, тем более, что они, может, и не делают. Ну, то есть, я не уверен, что можно постоянно что-то талантливое делать. У нас тоже подкасты не все гениальные и талантливые, сам понимаешь. Хотя 99,9%. Вот. Но однако же 221 записываем. Понятно. Ты попробуй еще найди проекты, которые длятся так долго. Согласен. Но надо посмотреть, чтобы у нас 700 миллионов еще было на одном хотя бы. Ну, да, согласен. Это такое. Короче, это тоже для Билли Алиш, может быть, мы скажем, вот, а мы, кстати, мы зато записываем много лет. Она скажет, почему мне много лет? Я один пульнула, и мне и так много хватило, так скажем. Ну, вот, как ты думаешь, долго мы будем еще про нее слышать? Потому что я вот, например, я ее альбомы не слышал. Я кроме трека Бэтгай ничего не слышал у нее. Нет, я думаю, немного, потому что... Я, в смысле, даже не то, что... Короче, не потому, что у меня предвзятые отношения, а просто уже много кто забывается, много кто выпуливает что-то, выстреливает, и это все... Почему-то сейчас именно очень много Hotel California, скажем так. Хорошая метафора. И их все увеличивается, увеличивается. То есть все сплошные Hotel California уже. Даже... Я вот почему-то хочется вспомнить Psy Agandam Style. Несмотря на то, что у него тоже выходило что-то еще. Но вот такого уже как на Gandam Style ничего не выходило. Вот. И так много. Особенно вот эта ютубная тема, ютубные популярные чуваки, у них вот один клепешник, один видос, одна музычка, и все. Так что... Ну ты вообще с ее творчеством как-то знаком? Тебе как? Я только знаю... Я тоже знаю только Бэтгая. Не знаю, к сожалению или к счастью. Но я предполагаю, что это тоже возможно на один разок. Знаешь, даже почему я скажу? Потому что... Как сказать? Она, короче... Вот конкретно трек Бэтгай, я предполагаю, что остальная музыка, она примерно завязана на одном стиле. Вот. И... Знаешь, когда, короче, группа начинает делать в другом стиле, там или этот... Она сразу становится хреновая. Вот. Я предполагаю, что будет сложно уже уйти вот от этого стиля, от этого образа, от этой музыки, короче. А пока... Когда ты... Если ты не уйдешь от этого стиля, то тебя никто не будет слушать, потому что уже не модно. Это просто модная музыка. Вот. Ее надо только модным слушать. И пока она модная. То есть... Короче, это как... Знаешь, вот я... Хочется с Bring Me The Horizon почему-то тебе привести пример. Просто я недавно именно про них вспоминал. И Bring Me The Horizon... Ты, я не знаю, насколько ты вообще знаком с творчеством. Пару треков слышал, которые самые кетчи. Вот, короче, Bring Me The Horizon, да. У них был там, типа, Metalcore. А не сейчас. Чтобы ты понимал, у тебя тоже есть такие группы любимые, которые меняют свой стиль кардинально. И ничего, все там... Сто человек, которых их слушали, продолжают сто человек их слушать. Вот. Но... Ну, я сейчас расскажу о какой-то группе. Я просто сразу не понял о какой-то... Ну... Ну, допустим, эти немцы-то как они... Знаешь, тебе сложно. Если я тебе сказал немцы, у тебя сто тысяч групп сразу. Да, у меня сразу так. Ну, In Extreme, например, ты хочешь сказать? Да, In Extreme. In Extreme, например, записывают якобы более-менее в разных жанрах альбома. Жанр один, понимаешь? Просто музыка взрослее. Это всегда фолк. Просто аранжировка раньше была бредово-металлическая. Сейчас это уже такой, знаешь, барный фолк. Оно это в любом случае фолк. И плюс-минус примерно об одном. Просто реально аранжировки, ты их слушаешь, и они просто тупо становятся взрослее, продуманнее, интереснее. И я тоже взрослею вместе с музыкой. И вот... И конкретно In Extreme, это пример той музыки, которая... Вот каждый альбом я слушаю, и каждый раз я думаю, блин, вот именно вот этого сейчас хотелось послушать, и тупо гениально сделали вообще. То есть они реально... Они эволюционируют, и такое ощущение, что я параллельно им эволюционирую, и вот каждый раз прям в точку. Но это не то, чтобы прям сильно другой жанр, это именно чуть-чуть другие аранжировки. То есть вот... Ну хрен его знает. То есть... Ну короче, я все к чему. Я все к тому, что Brim and the Horizon, например, сейчас делают вместо Metalcore, которое они делали, они сейчас делают такую полуэлектронщину Metalcore. Вроде тоже моднее, вроде. Вроде уже сейчас тоже, ну такое слушают. Это как, типа, Агата Кристи превратилась, ну я буду условно говорить, превратилась в The Matrix. Да? Типа, вроде помоднее стало чуть-чуть. А но все равно уже не успел немножко он. Уже это не модно. Вот. Ну вроде как помоднее. А я не думаю, что он пытается прям сильно модным быть, но я понимаю о чем-то, да. Да. Потому что тоже... Я думаю, если бы хотел, как бы все-таки успел. Потому что электроника, которую он там делает, она у The Cure была еще там 30 лет назад. Я понимаю, но это оно же по виткам, это тоже недавно там было модно условно, ты понимаешь? То есть это когда-то попадает. Все равно когда-то... Снова через 10 лет его музыка попадет снова в спираль. Снова будет. Ну или через 10 лет. Сейчас, наверное, быстрее. Через 2 года снова будет модно. Короче, вот. Я все к чему. Я к тому, что я боюсь, что Билли Алиш достаточно заложник, заложница своей музыки и своего стиля. И боюсь, что будет сложно уйти. Если уйдет, то это вот тогда в натуре талант. И если Билли Алиш сделает там новый хит на миллион миллионов, который будет популярен, там, допустим, через 2 года условно она снова пуляет вот хит на миллион миллионов. Один кака. Один. Вот. Тогда... Слушай, кака. Как жанр-то этот называется? Синт-поп? Или что это? У нее сейчас? Я не знаю. Ну, в смысле, Бэд Гайф какой-нибудь лоу-фай-хип-хоп. Не знаю. Синт-поп, может, не знаю. Ну, я слышу, Синт-поп как-то показался. То есть, короче говоря, показателем ее талантливости будет как раз то, если она через 2 года сможет вот там в том жанре, который будет, снова сделать модно, классно, молодежно. То есть, на самом деле, я понимаю, что она, может быть, будет делать тот же самого Бэд Гая постоянно, и ее будут то, кора аудитория, может быть, слушать, но мы про это уже с тобой не узнаем. Почему? Ну, это если мы кора аудитории Билли Айлиш останемся, понимаешь? А, ты имеешь в виду, что мы следить не будем, даже прикольчику нахрен. До нас уже не долетит, то есть, мы с тобой, до нас долетит, только если она реально талантлива, там что-то изменит свой стиль, там и так далее, и снова бомбанет. Ну, посмотрим, может быть, 25 фильм по Бонду ей в этом поможет, а мы будем двигаться дальше. Давай, у нас классическая первая темка, я даже не хочу смотреть, насколько она. А я не могу смотреть, мне просто, у меня, настолько я сейчас заложник экрана своего, я не могу ничего включать на нем лишнее, потому что все это увидят сразу. Ну, давай, заложник, мы сейчас заложники Apple Абуем. Это правда, да, мы вечно его заложники. На Mac'ах появится Pro-режим, так называемый, нашли его, короче говоря, в сурсах MacOS Catalina, 15.3 беты, короче, 10.15.3, вот, нашли там, что будет Pro-режим, и Pro-режим это не что иное, как повышенные эти, повышенный клок процессора, то есть на повышенных частотах работает процессор, отключаются все Energy Saving штуки, то есть, знаешь, которые там, экран тушить через 5 минут, вот, вот, все, вот, чтобы увеличить производительность, и вентиляторы, короче говоря, быстрее будут крутиться, ну, то есть кап кручения вентиляторов будет там не 5000 оборотов в минуту, а там 7, например, чтобы это все это дело охладить в случае чего, и на самом деле у меня было, во-первых, острое дежавю по поводу того, как, знаешь, я как, когда на винде кому-нибудь, когда кому-нибудь на буки устанавливаю винду, я первым делал, ну, не первым там, но одним из первых дел, я иду в настройки электропитания, выставляю режим высокой производительности, вот, как раз для того, чтобы на полную он работал, потому что плюс-минус все люди, особенно те, кому я делаю ноутбуки, у всех ноутбук всегда на зарядке стоит, то есть им не нужен вообще никакой энерджи сейвинг, который там уменьшает там подсветку максимальную, делает, чтобы проц не уходил в турбо-режим, там, и все вот это для того, чтобы экономить батарею, нет, я это там всегда делаю для того, чтобы как бы вот, ну, какое железо было куплено в ноутбуке, то и работало, что называется, на полную, вот, теперь такое же будет на маках, вот, и тут это двойственно, во-первых, ничего инновационного в этом нет, это просто смешно, во-вторых, то, что они здесь опять приплетают про, что вот это для про, это тоже уже как-то, ну, нелепо становится, и третье, здесь в комментариях очень классно написано, во-первых, там кнопочка турбо сфоткана на 486 компе, еще до пентиумов, что типа, мой 486 мог это еще 100 лет назад, вот, во-вторых, тут пишет, если вентиляторы будут крутиться еще быстрее, то мой компьютер улетит, вот, ну и самое главное здесь пишут, типа, чуваки, вы лучше бы вместо про режима выключали всякие тупорылые процессы, типа, фото аналайсис D, фото лайбрии D и спотлайт, это всякие штуки, которые постоянно крутятся, постоянно смотрят на фотки, обновляют медиатеку айфото, вот, и спотлайт вот этот поиск индексирует, чтобы он более умные подсказки тебе выдавал, вот, и он, конечно, тебе выдает более умные подсказки, но он при этом в простое у тебя все время отжирает там 30-40% процца, и это как бы смешно, вот, это уже не называть, получается, когда такое происходит. Да вот именно, это просто, ну, Mac OS есть куда еще оптимизироваться, и это, это действительно, это правда, как минимум, хотя бы вот дать возможность вот эти все штуки включать-отключать, потому что по умолчанию они включены, и когда ты покупаешь себе шестнашку там 2020 года, ты этого не замечаешь, а когда она у тебя эйджится на 4 года, ты это еще как замечаешь, потому что, ну, уже как бы железо-то старое, часики тикают, и ты понимаешь, что, блин, как-то что-то надо это менять, а на самом деле можно было бы вот повыключать уже всякие вот такие штуки, еще там на год, на два продлить себе жизнь вашего компьютера, вот, и тут самое главное написано, что, чуваки, это означает, что этот CPU троттлинг уже по дефолту будет, то есть, из-за того, что они включают, про-режим, в котором будет все сильнее крутиться, там лучше охлаждаться и так далее, значит, по дефолту уже будет это плохо, то есть, когда ты это делаешь как про-фичу, значит, по дефолту этого нет, и значит, по дефолту будет все достаточно так себе, вот, то есть, какой-то кризис небольшой у macOS сейчас, мне кажется, происходит, я не знаю, я не знаю, как это по-другому назвать. Знаешь, что хотелось бы узнать? Хотелось бы узнать, как ведется, вот, просто посмотреть сверху камеры, как ведется разработка над macOS, посмотреть в Jira к ним, вообще, какие там есть отделы, кто чем занимается, кто сейчас что делает, прям вот узнать, а ты сейчас вот чем занимаешься, у тебя какие задачи сейчас в работе, вот так, спросить, узнать, значит, кто сейчас, что передвинул, кто за день сколько сделал, вот честно, просто узнать, именно вот люди, там, вообще, в каком направлении вся вот эта разработка большая движется, то есть, понятно, что есть отдел чумаков, которые там баги фиксят быстрые, есть чуваки, которые фичи пилют, 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 вот хочется понять, в какую сторону направлю. есть даже чуваки, которые уже не Каталину делают, а следующую, потому что мы сейчас ровно на серединке, то есть, через полгода уже новый анонс, так скажем, и кто-то его уже пилит, чтобы уже вот какую-то там супер альфа версию показывать на презентации, так что да. Вот, интересно, куда это все движется, то есть, мы сейчас тут не можем, они же вообще ничего не говорят, они вот только тебе выпалят и выпалят, то есть, интересно, о чем думают пацаны, потому что, наверняка, отдел разработки большой, наверняка, зарплаты большие, наверняка, планы какие-то есть, тоже, возможно, большие, вот, наверняка, есть какие-то дикие энтузиасты, то есть, я вот, почему-то мне всегда представляют, что такие все-таки компании, как Apple, там, Google, хоть кто, в них какие-то дикие энтузиасты работают, несмотря на то, что в них есть не какая-нибудь там низшая каста чуваков, которые просто отсиживаются, чтобы деньги получать, но есть какие-то чуваки, которые прям, ну, любят, горят вот этим, вообще, идеей Apple, и вообще техники, там, и всего развития, мне почему-то всегда вот кажется, что в таких компаниях есть такие люди, и хочется понять, куда они смотрят, вот эти чуваки-энтузиасты, я понимаю, что там чуваки с бабками смотрят там в бабки, вот, но наверняка есть какие-то такие прям двигатели, вот интересно. Согласен, возможно, без них уже бы реально все подразвалилось и стало еще хуже, а там, ну, на морально-волевых некоторых людей, возможно, действительно, что-то еще держится, особенно в разработке, в дизайне меньше, там, мне кажется, больше бабкачей, в принципе, по умолчанию, а вот в такой жесткой, низкоуровневой разработке, стопудово еще много энтузиастов, и на них, у них, возможно, и зарплаты даже меньше уже, просто потому, что им как проиндексировали в 99-м году, еще старыми, так еще и платят. Как еще при Стиве Джобсу проиндексировали? Кстати, про дизайн я с тобой не до конца согласен, потому что я думаю, что есть чуваки, которые именно UX-ичи, тоже такие прожженные, и которые тоже горящие идеи, чтобы все удобно сделать, чтобы только вот в iOS все было классно, хотя иногда кажется, что эти чуваки все-таки немножко подрастеряли свою хватку, или подувольны. Во-первых, подрастеряли хватку, во-вторых, я скажу, вот я сколько дальше работаю в коммерческой разработке, я вижу, насколько плохое управление может сломать вообще абсолютно любые какие-то хорошие идеи, какие-то хорошие умыслы, и все просто порушится. Поэтому тут, конечно, сколько угодно может быть энтузиастов, но если руководят этим всем недалекие люди, то не поедет все равно лыжи. Важным стоит сказать о том, что вот этот ProMod, он будет как режим не беспокоить до следующего утра включаться по умолчанию, и утром следующим будет выключаться по дефолту. То есть его нельзя будет просто врубить и про него забыть. То есть они специально это делают, наверное, чтобы железо все-таки работало в нормальных условиях, а не вот в таких вот повышенных каких-то. Ну, понятно. Как-то так. Это первая тема с MacRumors, и вторая, она мне как-то кажется более... Классная? Философская, интересная. Европейцы, а именно их какие-то там... Короче, кто-то там из Европы практически, да. European lawmakers. Это... Ломейкеры. Какие-то интересные. Ну, короче, какая-то Госдума европейская, объединенная, хочет запретить Apple Lightning делать. Они хотят обязать Apple везде USB-C поставить. Мотивирует это тем, что мы природе большой урон очень наносим из-за того, что у нас много разных стандартов зарядников и портов. И, соответственно, из-за этого у нас выходит много аксессуаров. И если бы везде вдруг внезапно за ночь стали USB-C, то не нужно было выпускать бы там N кабели USB-C, N кабели Lightning, N кабели microUSB. Можно было бы выпустить только N кабели USB-C, и их бы хватило на всех. Потому что, ну, как бы, дураку понятно, что большинство аксессуаров так и остаются произведенными, но не проданными. Их там списывают, как-нибудь потом по акциям раздают. Ну, короче, в мире больше электронного мусора становится из-за того, что разные порты. Если был бы один порт, то люди бы реиспользовали свои аксессуары. Купил один раз USB-C-шную зарядку и 20 лет ее используешь для всех девайсов, пока она в говно не превратится, просто и все. Вот. Apple упирается, особенно она упирается тем, что вы, типа, представьте, у нас миллиард девайсов сейчас, если вдруг мы везде вводим USB-C, покупают еще девайсы, и всем придется, кроме того, у всех уже набор Lightning аксессуаров определенный сложился, а тут хоб, и всем придется купить USB-C-шные. Это, типа, огромная нагрузка на производителей USB-C аксессуаров, их еще больше выпреснется на рынок, все Lightning выкинут в помойки, вгнить в природу 10 миллиардов лет, и USB-C-шных еще произведут больше, и их тоже неизбежно там кто-то выкидывает. Ну, то есть, Apple сейчас отнекивается и говорит, что вот такая вот... Они обратные монеты отдают, то есть, те чуваки говорят, а вы, значит, сделайте стандартно, а мы, если сделаем, то вы пукнете тут. Да, да. Вот. Собственно, в этом конец истории, я хочу тебя послушать, твое мнение, как твое эко-мнение, и твое практическое юзерское мнение по этому поводу. Давай, у меня много здесь всего. В твою жизнь вообще вошел уже USB-C или не вошел? Во-первых, нет, вообще никак не вошел. Во-первых, не вошел, а во-вторых, даже я начну не с этого, я начну с European lawmakers. Очень приятно, что не только русские, значит, российские какие-нибудь лоумейкеры очередные. Мне нравится вообще лоумейкер, классно, суперкрутое определение, я считаю. Можно так говорить, и никто тебе, наверное, никто не поймет, про что ты говоришь. Значит, вот наши, не только наши, оказывается, всякий бред для электроники и для Apple ставят какие-то там костыли в колеса, но и, оказывается, европейские тоже. Причем, не только наши хотят там предустанавливать, значит, антивирус Касперского и Яндекс.Навигатор, но и европейские, то есть, все бабы хотят, оказывается. А в чем здесь прямые бабки, мне просто интересно. Я думаю, что бабки косвенные. Я думаю, что бабки в том, что они просто зажимают Apple для Европы, чтобы, ну там, я не знаю, скорее всего, поднять там цены на что-нибудь. Мало ли, на ввоз, на вывоз, я не знаю на что. То есть, я думаю, что это какое-то, именно, знаешь, такое зажимание, не в плане вообще им похрену найти, им похрену на экологию, им похрену на... Ну это стопудово, конечно. Просто они приезжали и хотят приезжать Apple. Это как, если ты хочешь там какой-нибудь бар приезжать, насылаешь на него ОМОН. Несколько раз. Или пожарную просто проверку. И пожарную проверку. Достаточно, я думаю, да. Вот, в натуре, все. Вот то же самое. Здесь они просто приезжали, каким... И я не знаю, там какие терки у них, но я уверен, что это просто прижимание какое-то там легенькое, а им насрать вообще на экологию. Но, допустим, вопрос интересный. Допустим, вопрос интересный. Действительно, если одинаковые были бы эти, то типа было бы вообще математически, математически. А не наоборот, в смысле, не одинаково ли было бы, если бы... Что так, что так, какая разница? Ну смотри, вот если у тебя 5 айфонов и 2 пауэрбэнка и 3 там еще, я не знаю, там камеры GoPro, у тебя на GoPro и на пауэрбэнке, допустим, 2 провода USB-сишных и тебе их хватает, ты их все не заряжаешь одновременно или одновременно. Вот. А и для айфона у тебя еще 3 капеля. А так бы ты вместо 3 кабеля айфоновских еще один купил USB-сишный и тебе бы 3 кабеля хватило вообще на все. Потому что ты бы все одновременно не заряжал. То есть ты бы из-за универсальности... Один кабель использовал для нескольких девайсов, потому что они все одновременно не заряжали. Да, да, да. Это хорошая теория. Хорошая теория. Кстати говоря, опять же, вернемся. То есть они присунули Apple. У Apple провода разваливаются на глазах. У USB-сишных проводов ни один никогда не развалится в жизни. Будет я, когда у меня еще праправнуки будут, если будут, они увидят все мои USB-провода любые. Не сишные даже, а писишные. Вот. Смотри, кроме Apple, Lightning провода делают еще куча сторонних вендоров. От ноунеймов до там белкиных, у которых не разваливаются. Хорошо, ладно, у них не разваливаются. Тоже согласен абсолютно. Я в принципе ничего, я пока просто размышляю. Значит, это да, это окей. по поводу смены, я тоже согласен с Apple, что если сменим, то заново все купят. Хотя, с другой стороны, тут сложный отмаз, потому что, типа, у всех уже есть. Ну да, да, умышленно. Есть суть в том, что у многих уже есть и меньше заново купят. Но они же все равно кладут эти провода вместе с девайсом. Они все равно гнить будут. Просто хотя бы лишние не будут гнить. Хотя бы лишние не будут гнить. Люди не будут докупать. Ну я тоже, я честно говоря, это надо считать. Для этого вот эти все машин лернинги и прочее говно есть, чтобы вот такие вот задачи обсчитать и реально сказать, как лучше тупо в математическом приближении. Потому что, ну это в общем легко моделируемая ситуация. У нас просто много экологичей наверняка нас слушают. Пусть они выскажут свое мнение в комментариях каких-нибудь. Мы прочитаем, но я хочу сказать, что и вот из-за того, что мы сейчас с тобой размышляем, это еще больше выглядит как то, что они просто приезжать их захотели и вот нашли больную точку. То есть и вроде Apple всегда говорит, что заботятся о природе, и вроде европейцы все заботятся о природе, значит, и вот можно приезжать. Поэтому они просто нашли какую-то точку, хотя не измерено насколько все изменится, если они сейчас сменят порт. Да, теперь как юзер, скажи мне. Как юзер. По хрену, USB-C классный, мне нравится USB-C, мне нравится и Lightning, но я вижу, к сожалению, сталкиваться с USB-C, но я знаю, что Lightning, хотя я думаю, USB-C также абсолютно, Lightning на телефонах, например, в них всякое говно заваливается, ты его можешь сказать, я уверен, что в USB-C также заваливается, то есть именно как по использованию порт, я думаю, он примерно идентичен плюс-минус USB-C-шному. То есть тут у меня даже никакого такого вот различия нет. То есть если бы сейчас Apple сказали, а мы переходим все-таки на USB-C, я бы сказал, ну окей, переходите, классно, супер. мне USB-C нравится, просто Apple на MacBook'ах и iPad'ах уже перешли на USB-C, поэтому как бы они уже переходят просто, ну постепенно. Ну там мне понравился перейти, а тут прям вот это уже, хотя не знаю, кстати не знаю, что их останавливает, они могут, например, со следующего сделать USB-C, они вообще могут хоть что делать. я тебе больше скажу, с 11-го уже ждали, что сделают. А, ну... Причем не в смысле просто, знаешь, как я жду то, что на меня миллиард долларов упадет с неба, нет, ждали, потому что были слухи какие-то, то есть подкреплено чем-то, ждали. Мне понравился здесь комментарий был о том, что изначально вообще Lightning появился из-за того, что microUSB тупое говно, а на выходе айфона 5-го нужен был порт маленького размера, поэтому Apple просто взяли и сделали свой. USB-C еще не было в тот момент. Если бы USB-C уже был в тот момент, поэтому его бы и сделали, я уверен. Это вопрос European lawmakers пусть лучше идут и к USB-консорциуму эти претензии предъявляют, потому что те не успели вовремя сделать супер-ультра-стандарт для всех. Согласен, потому что когда еще чуваки в Android смотрели какой стороной втыкать, в Apple уже втыкали любой стороной. Это правда, да, потому что microUSB-то они долго очень на Android вообще были, пока там USB-C начали повсеместно внедрять. Вообще вот в Powerbank'е, который мы будем раздавать нашим патронам, там уже USB-C в GoPro USB-C начиная как раз с GoPro Hero 5. Твою карту захвата и то уже переиздали в USB-C варианте. Ну да, и то даже такие железки, которые там покупают три человека. Да, вот, например, я с Анис, который мы офис снимаем, я ему дарил док-станцию на день рождения тоже уже USB-C-шную. или подожди, или она была USB-C-шная, но USB-C-шной именно какой мне надо было с двумя лотками не было, я и подарил мне USB-C-шную. Ну короче, они тоже уже есть USB-C-шные. Уже очень много девайсов USB-C-шных и ну мне нравится, это реально прикольно. То есть мне нравится USB-C и как он тоже двусторонний соответственно, то есть он решает вселенскую USB-шную проблему втыкания не той стороной. Он тоже не очень большой и опять же на каких-то кабелях он хрупкий. То есть вот тот провод, который я именно отдельно в оранжевом магазине покупал для GoPro он тоже уже чуть-чуть согнулся. Он еще работает, но он как бы внутри вот этого штекера как тот micro HDMI который я покупал тоже для GoPro сломался, так и вот этот уже подгнулся. То есть эти аксессуары тоже надо покупать хорошие, потому что сейчас мне придется еще чуть-чуть мне придется его кинуть гнить в природе, вот, потому что хрупковат. даже с тобой был один выпуск, где мы смаковали эти порты, обсуждали, и кому какой порт нравится, прям мы, короче, у нас было про это, целая большая тема, и мы с тобой кстати там про USB-C тоже говорили и в принципе в один голос говорили, что норм тема, классная, супер. Вау, да, да, я тоже думаю, что Apple надо набраться, так сказать, воли и перейти на него, потому что ну кажется, что на какое-то время это будет еще стандартом. Apple, правда, может пойти с козырей и сказать, а все, мы сейчас сделаем беспроводную зарядку only, вообще без провода, и с Сити Болт. Ха. Кстати, так скорее всего сделают, когда их дерьмо выйдет, хотя это как-то дороговато, да, ты типа покупаешь телефон и тебе надо еще и зарядку к нему купить. Хотя, либо тебе должны будут положить какую-то такую штуку. Положить менее. И тогда это дорого. А слушай, знаешь, какую сделают? Есть такие магнитные, я не знаю, ты встречал или нет, хотя ты-то все уже встречал в жизни. Короче, такие магнитные, знаешь, зарядки, которые магнитно подсоединяются и также магнитно отсоединяются. Вот. Сама она по USB-шнику, а ты магнит, а там вот этими магнитными хренями зацепил. Понял? Я понимаю, о чем ты, но это выглядит как костыль. Просто типа, чтобы, а не доставайся же ты никому. Мы сделаем вот магнитные. Ну, про беспроводные это, кстати, тема. Это, кстати, тема. Я думаю, что когда-то к этому придем. Сто пудово, когда-то точно придем. Но я не думаю, что так вот сразу. Мне кажется, переход на USB-C более вероятен. Как минимум, потому что у беспроводных у них нету фаст-чарджа. Там мощность не очень большая. А если вдруг там надо сервис на чем-то прошить и там беспроводной модуль не работает, все никак не прошить, что ли? Выкидывать телефон? Ну, как-то это немного странно. Я не знаю, насколько должны технологии пойти вперед, чтобы такое было, но зато я знаю точно, что можем идти дальше. Да. Давай пойдем дальше. У нас про то, что пользователи очередные проголосовали в голосовании в Неком, которое проводится в метро Москвы и Петербурга пользователей Wi-Fi. То есть, пока они ехали в Wi-Fi, они голосовали на определенном сайте и значит, у них были всякие различные прикольные голосования. Например, 120 тысяч, между прочим, людей, то есть, нормальная выборка чуваков. Понятно, что это определенные чуваки, которые живут только в Москве и в Петербурге, и ездят в метро, и у них есть девайсы с Wi-Fi, модулем, и так далее. Но, тем не менее, вот из них только четверть пользователей ненавидит голосовые сообщения. Вот это такая заглавная тема. Здесь есть, на самом деле, другие опросы, которые они проходили. Мы какие-то, может быть, на них обратим внимание, но конкретная у нас тема про то, что только четверть пользователей ненавидит голосовые сообщения. Здесь есть эта диаграммка, если это диаграммкой можно назвать. Если ты проскролишь, то на таком розовом фоне Да я вижу, я нашел, да. Есть статистика, где по столбикам 51% относятся нейтрально к голосовым сообщениям, 25% отрицательно, и 24% постоянно записывают эти голосовые сообщения, соответственно, видимо, они вряд ли отрицательно относятся. Хотя, может, не отрицательно относятся, но сами записывают как твари. Всякое бывает, но здесь 146% не получилось, поэтому можно было только отвечать на один вариант. И напоминаю, что половина нейтрально относится, половина, 25% отрицательно. Что мы из этого можем сказать? Давай именно этот кейс обсудим, потому что голосовые сообщения, это прикольно же, их надо обсудить. Правильно, правильно, в подкасте про веб. Да просто это, понимаешь, это еще, знаешь, мем по поводу голосовых сообщений, много кто горит с них реально, и их слышно, то есть их слышнее, чем тех, кому насрать, разумеется, поэтому про это часто, в принципе, слышим, да. И поэтому мы слышим вот эти 25%, которые мы отрицательны, соответственно, а остальные это похрен. Ну, давай подумаем, я скажу по поводу этого, что, я когда вообще эту темку смотрел, я про себя подумал, а бесит меня когда-нибудь голосовые или не бесит? И я понял, что на самом деле бесячесть голосовых зависит не от, хотя, наверное, кого-то перманентно бесят голосовые, но конкретно меня они бесят именно в какие-то моменты времени, то есть я понимаю, что когда-то мне вот сейчас неудобно послушать, а я хотел бы быстренько вникнуть по приколу, что пишут пацаны, особенно когда, знаешь, один человек пишет текстом, а второй голосом вот это самое противное, вот, и сложность в том еще, что, допустим, например, если мы говорим про мессенджер телеграм, который, конечно же, запрещен, и этот друг мне рассказывает, как там устроено все, там нажимаешь play, и хреначат голосовые, значит, без остановки, следующая за следующим, предыдущая за следующим, соответственно, то, что человек ему отвечал текстово, этому пользователю, который записывал голосовые, мы уже не видим, мы просто слушаем подряд, и какой-то происходит глухой телефон, поэтому не очень удобно, и, соответственно, немножко начинает бесить такое, вот, я люблю, если голосовое, то, окей, одно большое, например, голосовое, ты его уже просто вырубил, и как подкаст слушаешь, или если все начинают голосом общаться, например, когда уже, тогда ты можешь как музыку это слушать, но такое очень редко было, то есть ты можешь на play поставить, и ты весь диалог, в принципе, тоже прослушаешь, если ты на него опоздал, или если ты ему переслушать хочешь, или как-то что-то еще, да, да, ну и даже я скажу, в принципе, я не против коротких голосовых, во множестве, если только есть время, сел спокойненько, с утреца, там, или с хрен отца, есть что-то, вот, какой-то зазор, есть какое-то там настроение, скажем так, то есть для этого должно быть, вот, а иногда реально бесит, поэтому я понимаю, что чуваки некоторые могли ответить отрицательно, просто вот в порыве такого, в порыве такого гнева, а на самом деле они нейтрально относятся, например, да просто иногда приятно человека послушать, даже если он короткую какую-нибудь хрень записал, такой, о, нихрена, блин, так что здесь... К этому не всегда просто готов, и из-за этого такая вот фигня, такая фигня. Такая фигня, короче, у тебя как с этим? Фигня такая? У меня, я полностью, в общем, солидарен, то есть иногда, когда ты уже как бы в движухе, такая в теме, ты в наушниках, или там, ты идешь на ходу тоже в наушниках, ну, я, я, я не скажу частенько, иногда я записываю вам голосовые сообщения, ну, они, как правило, там, хотя бы 5-минутные, может, ну, 3 минимум минуты, вот, и это реально, такое писать, это долго, голосовые сообщения, они не должны заменять тексты, они их должны дополнять в тот момент, когда текстом просто задолбаешься писать, а вот это, знаешь, когда ты включаешь диктовку и в клавиатуру это делаешь, это все равно будет не так точно, ты там должен каким-то, ну, формальным языком, как сири, разговаривать, чтобы он нормально все это распознавал и как бы записывал и так далее, потому что, ну, в противном случае это просто нелепо, вот, а так, да, то есть, когда, это дополнение, как большой 5-минутный аудио какой-то кусочек, его текстом писать было бы сильно долго и лень, вот, а когда идет обмен трехсекундными голосовыми сообщениями, меня, честно, бесит, это ладно еще, я могу их послушать, а когда вообще не могу, я выпадаю и в будущем в будущем, в телефонах будущего я бы хотел транскрибацию включить, а в какую-то хотя бы полуавтоматическую. можно бота подключить, который будет переводить аудио сообщение, так как он услышал в текст и будет дальше следующим сообщением текстовое сообщение присылать. Ну, хотим ли мы это делать или нет? Даже не знаю, хотим ли мы это делать, это просто, может быть, не точно будет. Это просто не точно, он больше какие-то секунды не слушает, и это будет, мне кажется, неуважение по отношению к людям, которые по 3 секунды говно записывают. Вот именно, поэтому я не знаю, как с этим быть, иногда они не к месту, а иногда очень к месту. Нужно как-то договариваться заранее, типа, что, готов перейти на голосовые? Да, готов. Тогда все, переходим, да. Или там, готов послушать от меня голосовые? Нет, не готов. Лучше ничего, чем голосовые, которые не к месту. Я бы вот так это как-то назвал, сказал, проговорил. Кстати, да, можно и договариваться про это, но мы уж совсем снобисты. Тут наверняка люди скажут, вообще насрать, там помойка, просто пишешь, все что-то пишут, и там похрен вообще, что прочитал, что увидел. Да, кстати, остальные какие-то вот эти вот микро-опросики. Мне кажется, их можно опустить. Здесь рафлова-опросы, которые не очень к нам относятся. Например, такие как, кто в доме главный? Муж, кот, жена, дети. Ну, какое отношение имеет к нам? Конечно, кот. Я бы тоже за кота проголосовал. Вот, да. Или существует ли дружба между мужчиной и женщиной? 65% да, 34% нет. Тревожные тенденции, как вы относитесь к прививкам, 70% положительно, 30% отрицательно. Мне просто интересно, какая из них тревожная? Тревожная тенденция, что... Что 70% положительно, я понял, да. Да, да, да. Ну, 30%-то непривитые ходят. Это же страшно. Ладно, это мы с тобой сидим тут, а они в метро про это голосовали. Ты такой в метро видишь, что 30% непривитые? Что делать? Хочется как-то отодвинуться сразу от людей. Да, сразу-то в другой вагон пойдешь. Короче, да, нам это не очень интересно. Про голосовые интересно услышать в чате, что напишут. Пойдем, да, что скажут в чате голосовыми, так скажем. Пойдем дальше. следующая тема у нас межтемьи. Как между жопе. Да, да. И оно про хостинг SmartApe. Хостинг SmartApe eobesign.ru slash SmartApe. По этой ссылке вы можете найти реферальную ссылку, по которой вы поддержите нас тем, что приобретете себе хостинг, а нам просто какие-то реферальные копеечки упадут, которые мы собираем по крупицам. И вы будете рады хорошему сервису от SmartApe. Мы будем рады вашей поддержке. Поэтому eobesign.ru slash SmartApe. Все ссылки, кстати, есть в описании. Пробуйте. Просто вот если вам нужно какое-то пространство для того, и вы владеете, так сказать, навыками, я теперь каждый раз буду оговариваться, что SmartApe в основном для тех, кто владеет навыками разворачивания приложений в Unix операционных системах. То есть это просто, если вы это умеете, то это самый дешевый и удобный способ для вас. Потому что здесь у вас все инструменты есть, как бы это, ну, это аптайм полный, не надо где-то самому что-то поднимать и так далее. Просто берете за супер дешево себе там WPS-ку или шарит хостинг и просто начинаете дальше работать. Это для профессионалов, как Apple. А я для новичков скажу, если хотите просто WordPress накатить, тоже это отличный вариант. Мы накатывали WordPress на SmartApe, когда это еще не было мейнстримом, и когда еще никто, значит, не знал, как это делать в мире. Вот, по каким-то там, чем-то там. Поэтому попробуйте и тот, кто новичок, безлимитный хостинг, так называемый. Это классная тема. Обязательно. Да. Я считаю, что все обязаны попробовать. Пойдем дальше к теме про ништячки браузеров 2020-го у меня записано. Да, я напоминаю, я в пришел сказал, что я очень большое возлагал на эту темку. Надежды? Что я? Надежды, да, надежды возлагал, хотя я мог посмотреть, что всего тысяча звездочек и 31 вочей. Вот, но да. Короче говоря, некто Луруке, пользователь снику, у себя на гитхабе Луиджи Деросса, его полное имя, он Витченце Бенеденту. Девочки, Луиджи. Вот, да. Creative Development Animations JavaScript and Performance. Он собрал список вещей, которые браузеры могут в 2К20. Вот, и здесь, кроме некоторых инновационных, куча всяких просто суперстарых протухших вещей, типа там Vibration API, то, что браузеры могут получить доступ к моторчику, если у девайса есть там вибрации и так далее. Это все достаточно такие старые штуки, которые были интересны, когда еще там iOS 4, там 5, 6 выходило, когда только-только это вот все шло, и на сайтах стало можно это сделать, это было реально классным, прикольным. В тот момент кто-то это делал, там что-то да, потом все на это забили, и сейчас, мне кажется, ни на каком сайте ты не встретишь штуки, которые у тебя вибрацию там включают, или камеру, именно нативно. Я, конечно, может быть плохого мнения о сайтах нынешних, но вот я что-то ни разу не встречал, и я просто даже не представляю, где бы я встретил, я почти всегда, если мне нужен какой-то подобный функционал, я скорее нативным приложением воспользуюсь, чем буду в вебе искать какую-то такую штуку. Вот, но некоторые в принципе штуки, я слишком много говорю штуки, некоторые пункты вот этого списка, я думаю, что заслуживают ваше внимание, уважаемые зрители и слушатели. Первый, лови и джентльмены. Да, первый это медиазапрос prefer color scheme, мы про него уже неоднократно говорили, у нас были прям целые темки, что теперь в браузерах можно смотреть, какая цветовая схема, темная или светлая, включена у пользователя в браузе, в операционке точнее. Вот, в основном это, конечно, касается darkmod'а в macOS, вот, но на самом деле, по-моему, в винде уже тоже есть darkmod, я не готов ответить, но да. Да нет, мне кажется, нет, хотя хрен здесь написано color schemes windows macOS android, в принципе, да, windows 10 dark theme есть, есть, кстати говоря, даже поддерживается уже очень многими браузерами и хромом, и файрфоксом, и сафари, и андроидами всеми, и сафари даже на ios, в принципе, уже везде поддерживается, вот, ну там, начиная с какой-то версии, но тем не менее, мы примеров видим массу, например, тот же macrumors, если включить темный режим, он окрашивается в темный, я вот не знаю, как включить темный режим в виндовсе, ну как, может, на персонализацию нажать, что-то еще, я сейчас даже... на персонализацию подкаста не нажми, темную тему в подкасте нам не сделай, так скажем, у нас попытаюсь темы, сохранить фон, цвет, автоматический курсор мыши, экран блокировки, цвета, не знаю, где-то здесь кажется, а, вот, выберите режим приложения полночайней, темный, да, все темненькое стало, ну-ка, разворачиваю Firefox, да, macrumors стал темный, то есть, в принципе, это реально работает, я не знаю, какие-нибудь еще стали темными, vc.ru не стал, dtf не стал, smart tape не стал, даже github не стал, походу, никто не использует, если пишешь prefers color scheme, то твоя страница превращается, если что, если что, в темную тему, если включена темная тема на осеньке, если ты это дело все описал все сессии, да, да, если ты прописал стиль, он сам никак тебе не придумает, как тебе там именно что окрасить, но он только понимает, что вот сейчас надо окрашивать, а как окрасить это твое, да, как это уже на твои плечи хрупкие все складывается, именно на твои причем, вот, дальше prefers reduced motion, есть такая настройка, тоже почти во всех операционных системах, уменьшить количество анимаций, я вот, например, в iOS, когда у меня до этого была шестерка, я там это включал, чтобы меньше лагало, норма, хороший вывод, вот, вот, да, 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 это тоже можно ловить, как и медиазапрос, и соответственно, если на сайте там какие-то эпилептические анимации, то можно чтить эту настройку пользователя, и ему их не показывать, тоже, это с бородатых лет еще доступно, и в хроме, и в файрфоксе, и в опере, там, и где бы то ни было, но насчет бородатых, кстати, я не готов ответить, ну-ка, о файрфокс, сейчас посмотрим, какая сейчас версия, справка, о файрфоксе, 72-я сейчас версия, доступна с 63-й, ну достаточно давно, достаточно давно действительно это доступно, вот, вот это круто, вот эти медиазапросы, которые, изначально, был момент, когда появились медиазапросы на плотность пикселей, чтобы ретина и экраны ловить, вот это мне тоже казалось, вау, вообще супер, просто bleeding edge веб-разработки, вот сейчас мне color, prefers color scheme, и prefers reduced motion, кажется, тоже bleeding edge веб-разработки, видимо автору Луич Дероса тоже так кажется, раз он их первыми поставил список, вот, но да, payment request API, API, который позволяет сразу Apple Pay им платить прямо в браузере, ну Apple Pay им на айфонах и Android Pay им на андроидах, соответственно, и в, на десктопах macOS, например, начиная с 16-го года, по-моему, на макбуках есть Touch ID датчик, который тоже отпечаток пальца сканирует, там тоже Apple Pay можно прям палец прикладываешь и оплачиваешь прям с бука, то есть точно такой же experience, как на телефоне, вот эта API есть, ну и она тоже много поддерживается, где, вот, я не готов ответить во всех ли браузерах, в Safari точно поддерживается, вот. Ну, то есть с помощью этого ты у себя на сайте, условно говоря, делаешь там какую-то, какой-то активный объект, и он там при нажатии на кнопку, например, начинается плачение с пальцем. Да, 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 так точно. Окей. Ну, тоже, вот мелочь, а в принципе прикольно. я помню, когда они это добавили, по-моему, чуть ли не через месяц на ресторе, нашем российском, это не реклама, к сожалению, появилась возможность сразу себе MacBook купить Apple Pay, прям на сайте. То есть они накрутили именно эти платежи, по-моему, в NVIDIA сейчас тоже есть такое. Кстати, я сегодня узнал, ты-то и не знал, Eldorado NVIDIA это теперь одна организация. Нет, я не знал. Называется группа компании Eldorado NVIDIA, прям такое ОООшка у них теперь. Ну, я даже не знаю, это хорошо или плохо, у нас сейчас некоторые организации становятся другими организациями, и страшно сказать, некоторая алкогольная продукция к другой алкогольной присоединяется. Да, причем на так себе условиях, но тем не менее. Web Share API это штуковина, которая позволяет вызвать контекстное меню, типа поделиться. Вот в Safari нету, например, ой, в Safari, в Firefox, я же здесь, кстати, на Vendetta тоже в Firefox сижу, как настоящий веб-пират, веб-флибустьер. Блин, ты натурия. Есть такое слово? WebPunk. Вот да, WebPunk практически. Вот. И, короче говоря, правой кнопкой есть в Safari, правой кнопкой поделиться, и там виджет, вот эта менюшка поделиться, она смотрит, какие у тебя есть приложения на девайсе на твоем и предлагает поделиться в них, соответственно. То есть, ну, на телефоне мы все привыкли к этому, когда ты открываешь и там у тебя отправят через Telegram, отправят там через, я не знаю, Skype или там через e-mail, не дай бог, что-то подобное. Вот такое же сделать в браузере, да, через Outlook. Такое же сделать в браузере. Удобно? Наверное. Нужно ли прям вот так, чтобы везде хрен его знает? Но как бы как факт можно нативно поддерживать. На телефонах это дошло уже до такого, я не знаю, как на Android, скорее всего, примерно рядом с iOS как-то идет, но на iOS там делишься, уже такое деление происходит. Я нажимаю поделиться в Telegram, даже еще не нажимаю поделиться в Telegram, я просто нажимаю поделиться, у меня выезжает такая хреновина, где даже отдельно чаты есть. А вот чатов-то там и нету, к сожалению. Там есть именно люди у меня, по крайней мере, а чатов не предлагают, и это бесит. Я хотел сказать, чатов не предлагают, только люди, к сожалению. Можно конкретной персоне в личку закинуть, а именно в чат нельзя. Не знаю даже, с чем это связано, может быть, это просто связано с тем, чтобы спам не рассылали. Но, короче, как факт, там на телефонах такой же хай-тек, что браузер не успевает. Я смотрю, вот эту выпадашку, это, ну, 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 это выпадашка именно сафарийная. И как бы, просто, опять же, выпадашка подстраивает под прилы, которые у тебя написаны. Вот так прилы, которые написаны десктопные на макбуке у скриншотищева, так они поддерживаются, поддерживают Share API. То есть, к сожалению, какой-нибудь десктопный WhatsApp не поддерживает возможность поделиться. Вот десктопный телеграм, например, поддерживает. У скриншотищева нету телеграм, они установлены, а у моего друга установлен, и поэтому ты можешь правой кнопкой поделиться телеграм, и там прям всплывашечка, и она красивая, там есть и чаты, и люди, и вообще все. Да. Я вот, например, Share сейчас к нам в чате кусок, просто тупо я выделил кусок в интернете, на веб-страничке, и нажал поделиться, и он прям текстом отправил его сюда. Так что... Угу, вижу, да. Так, Push API. Всем известный браузерное уведомление, кто-то бы, наверное, был рад, если бы эту фичу обратно отправилась в ад, откуда она и пришла, но, в общем и в целом, если этими уведомлениями не злоупотреблять, то какой-нибудь слаг, веб-слаг, который ты в браузере открыл, будет присылать уведомления реально, когда кто-то пишет. Это круто. А вот реклама ламодовская это не круж. Сервис воркеры. Тоже отличная фича, которая позволяет как минимум делать фоллбэк, если интернета нет, какой-то оффлайновый функционал в приложении предлагать. Вот. Или сохранять форму во время отправки, если вдруг во время отправки хост удаленный недоступен, сохранять данные формы и отправить тогда, когда появляется интернет. Это действительно круто. Ну вот. До сих пор мало я вижу, где это вообще хоть как-то реализовано. Обычно сразу везде динозаврик. динозаврик это я не вижу, у меня не хром. Но вы понимаете, о чем я. Вот. Но если, кстати, не впадло вам, поделитесь тогда в комментариях каким-нибудь приложением веб, которое поддерживает сервис-воркеров и дает какой-то фоллбэк, если нет интернета. Вот. Дальше есть баннер того, что типа на данном сайте или как сказать, к данному сайту привязано нативное приложение, типа установите его. Знаешь, когда ты заходишь на twitter.com и тебе всплывает типа чувак, поставь апку нативную и да. Бесит ли это? Я не знаю. Бесит, да свидос. Особенно как сказать, вот какой-нибудь почему-то любит вот какой-нибудь twitter откроется там, а там еще не зойдено. А там еще вот это... А еще иногда, знаешь, хреново это сделано. И у тебя апка-то установлена, написано install now. Это почему? У меня такого ни разу не было. У меня если установлено, то сюда открыть. у меня на чем-то было. А возможно, на чем же это было? Я не вспомню, не в жизни, но у меня было такое. И ты нажимаешь install now, он тебя перебрасывает в App Store, в котором у тебя уже open кнопка. И ты такой, ну ладно, open нажимаешь и вот такая история. Там уже зумеры, наши подписчики, репостят свои каналы с двумя тысячами подписчиков из двача, что главную песню к 25-му фильму Бонди написал Билли Айлиш. На два часа позже это запостили, чем мы это увидели с тобой и включили в темки. Видишь, мы быстрее, чем зумеры. Подкаст, правда, выйдет через две недели, а так, да, мы быстрее, чем зумеры. Так, get installed related apps API, это как раз все примерно об этом, что есть related apps, я не могу сказать, что меня сильно бесит, потому что очень часто я захожу на сайт и если мне такое всплывает, я реально ставлю приложение и потом пользуюсь этим приложением, например, с Reddit там так было, я заходил на мобильный Reddit и мне говорят, чувак, вообще-то есть приложение, я такой, блин, я же хотел найти приложение и я переходил в приложение и больше уже на сайт не возвращался, да, вот, но, есть исключение из правил, когда ты захочешь или какой-нибудь Viki Fandom Fandom и вот эти вот, они предлагают именно Naturovsky Fandom приложение установить, вот, и там в нем находить эту, ну, короче, вот такой я сразу игнорирую и это бесит досвидос, но это, к сожалению, зашита непосредственно вот в этот конструктор, на котором это сделано, вот, и это никак нельзя убрать, это вот necessary evil, если ты используешь какие-то такие сервисы, вот, но бесит досвидос, так, WebXR это AR, VR в интернете, насрать на него, картинка в картинке твоя любимая, как тебе? Моя любимая, ну, да, имеет место быть, я использую, я использую, только я не понимаю, значит, получается, что, например, ну, как, ничего не получается, просто у меня картинка в картинке работает на каких-то сайтах в моем Firefox, соответственно, на этих сайтах, видимо, это сделано, но я не могу сказать, что где-то не работает, нет, вообще-то могу, много где не работает картинка в картинке, то есть, на самом деле, там, Twitch, YouTube сделали это, кто-то, кто-то вот не сделал, а это та, по попе, я прям сейчас показываю на YouTube, как работает картинка в картинке, что при переключении вкладок у меня действительно остается видосик запущенный, вот, и это, это круто, я, в Яндекс.Браузере уже давно это было, но я забросил пользоваться Яндекс.Браузером, поэтому меня теперь это не волнует, но в YouTube действительно есть, причем там есть классическая кнопочка именно вернуться в ту вкладку, откуда ты запустил эту картинку в картинке, вот, вот это мне нравится, это, это прикольно. Она причем тебя именно пересылает реально туда и становится большой картинка. Да, 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 да. Вот, поэтому я просто, меня, к сожалению, я расстроился от того, что YouTube заставил телегу это убрать, в телеге была картинка в картинке для YouTube, а YouTube просто их прессанул, сказал, ну-ка убрали нахрен, а то мы сейчас вообще не дадим вам возможность себя встраивать. И телега убрала реально. Ну, видимо, потому что твич есть в телеге. Трафик. Ну, конечно, да, к сожалению, трафик. Капиталистические свиньи. Ладно, в общем, дальше Media Session API, я не понял, что такое Media Session API, вот, но типа ты ходишь по сайту, а у тебя сверху практически нативный баннер, ну, знаешь, как на SoundCloud, ты какой-то трек включил, ты уже пошел гулять по другим артистам, а у тебя сверху все еще горит, что ты слушаешь такой-то трек. Вот такая хреновина, оказывается, есть нативно в браузере уже. Вот. Причем можно кастомизировать. Да, кастомизировать. Если перейти по ссылке, то здесь именно Google, девелопер Google Дока, то есть будто бы это, и везде все скрины с Android, с Android и с Android и так далее, то есть это какая-то именно, в Android видимо можно кастомизировать, потому что что там и как в iOS, не знаю, хотя это статья еще с 17-го года, может и в iOS что-то сделали, но здесь как-то вот ссылок не указали, я ни разу не видел, чтобы такое было. Ну то есть давай так, я это видел, когда это на самих сайтах написано, то есть там чуваки заморочились, апку написали и у них это все всплывает, но это нихрена не нативное говно, это не то, что ты там метатеги какие-то прокинул прямо в хэде и у тебя это само ловится, красится в какие-то цвета и так далее, такого мне кажется на iOS еще нет. Вот, дальше у нас пара Chrome Sender API и AirPlay, это кстати очень крутая штука, если с Safari зайти в YouTube и у тебя в квартире в твоей Wi-Fi есть Apple TV, то у тебя прямо в YouTube нам плеере появляется кнопка отправить на Apple TV, соответственно то же самое видимо с Chromecast, если у тебя есть в сетке Chromecast устройство, ты можешь сразу на него отправить из браузера, круто, офигенно, где-то я похоже на знаешь на что, в YouTube приложении на iOS кнопка, которую отправляешь сразу на телек, ну вообще на экраны, ну ладно, короче, я не видел такое, ну да, это видимо что-то из этого, вот, но да, я это видел, угу, ну ладно, это Connect to Device, короче, ладно, не важно, ладно, дальше чем, AirPlay, ну это то же самое, просто это Apple TV, я когда вдруг у Бати с Буком нахожусь, я вижу, что у меня на YouTube сразу появляется кнопочка отправить на Apple TV, вот, работает безотказно, причем она есть только в Safari, это важно, то ли в других браузерах не поддерживается, ну хотя да, не поддерживается, я же на тот же YouTube захожу, видимо в YouTube это сделано, что если чувак зашел с Safari, дать ему возможность отправлять на AirPlay, вот, собственно, если перейти по ссылке, там дока на developer.apple.com как добавить AirPlay баттон к Safari Media Controls. Короче говоря, да. Дальше Force Touch API, можно в, причем это достаточно смешно, учитывая, что они от Force Touch отказались, насколько я помню. Вот. То есть, раньше же сильное нажатие по-другому оценивалось, а сейчас долгое нажатие оценивается как сильное нажатие. Все, уже нету, ну как бы, нету нужды долго жать, они все, все, это, как сказать-то, блин, дискриминацию это убрали по отношению к девайсам, на которых нету вдруг Force Touch каким-то причинам. Вот. Ну, короче, все, дальше уже скучное говно, типа, геймпад API и веб-блютус API, что блютусную клавиатуру в браузере ловится там и так далее. То есть, ну, блин, камон. Камеру, то, что в браузере. Короче, дальше скучное говно. Клавиатуру можно блочить. Ну, да, вот, что-то такое есть. Те, которые были интересны, я сказал, вот из тех, что я сказал, у тебя какая любимая? Да, я знал, что будет такой вопрос. Я тебе скажу, какая у меня, мне больше всего понравилась. Не буду говорить банально про картинку в картинке, хотя рекомендую. Это, мне кажется, нужно всем встроить, если у вас связан сайт с видеохостингом. Мне больше всего понравилось. Сейчас скажу тебе, что. Все такое вкусное. Я скажу про, наверное, про темки. Мне про темки понравилось. В смысле, про color scheme, про цветовые схемы. Самое первое, вроде тоже банальное, но тем не менее. Так я даже не буду ничего придумывать, мне тоже. Ну, просто реально она ультимейтная хрень. Так просто и так вот реально, это же спасает, когда ты сидишь, у тебя вечером включена темная тема, свет уже приглушенный, и просто ты заходишь, и тебе сайт не слепит белым, а он такой тоже темненький, прикольненький, и так далее. По-моему, это просто, все гениальное просто. А когда следит белым, хочется с него свалить, во-первых. А во-вторых, это говорит уже о каком-то, знаешь, таком, ну, колхозе. Да, да, это вот не могли сделать нормально, поэтому prefer color scheme Uber Alice. Переходим дальше. Калл. Ладно, все. Пойдем к следующей теме. Следующая тема у нас, это, правильно я понимаю, что пиксели против не пикселей. И это тема с очень странного сайта 24A11U.com И, короче, тема, на самом деле, достаточно простая, но она, кроме того, что простая, она как все гениальное, а просто. Я ее попытаюсь рассказать так, чтобы это не было и размазыванием сопель, и чтобы это не было слишком в одно слово. То есть, в три слова расскажу. Оказывается, пиксели, когда вы, при вашей верстке в CSS, когда вы указываете что-то в пикселях, это не так хорошо. Но, опять же, не так хорошо, и то, что вы бездумно где-то указываете относительные величины. Вот. То есть, если вы где-то вот эти ремы, так называемые, и емы указываете, а тут в основном речь про ремы, то есть, это то, что именно от рутового смотрит на рутовое значение. Поэтому и r, рем. Вот. Короче, и когда оно смотрит на рутовое значение, допустим, определенное в браузере или определенное вами в CSS, оно, соответственно, от этого и считает. То есть, если, допустим, в браузере по дефолту шрифт, это вообще любой шрифт 16 пикселей, у него размер, да, то, соответственно, один рем будет равен с 16 пикселями, 2 рема, 32 и так далее. Короче говоря, в статье говорится о том, что я вам сейчас на примерах, блин, покажу, что оказывается, пиксели не верстать, это вообще отстой, когда все в пикселях. Но кроме того, что я вам на примере покажу, я вам еще вообще скажу в принципе, что оказывается, много людей в жизни делают зум в браузере. Я, кстати, сам делаю, далеко ходить не надо, я часто очень делаю. Причем, как правило, я делаю минус зум, когда на ноутбуке, потому что сейчас все настолько огромное, во все интерфейсы сделали, даже YouTube современный. Да, минус зум. И люди с маленькими экранами делают минус зум, например. Люди, короче, в общем, с различными, различными типами экранов делают странные вещи с браузером. А кроме этого, они могут просто быть там слабовидящими, например, и менять в настройках браузера, там есть такая настройка, представляете, ну, современных браузеров, размер шрифта, и там нет указаний сколько. Там просто large, medium, там, вот такое. И чуваки там бахают large, потому что, ну, плохо видят реально. Чтобы вот не щуриться, вот это, там large, и еще и, короче, зум давай в браузере, давай, control, плюс, хренача. И вроде все ничего, но ваша верстка на сайте, возможно, пострадает от этого. Хрен с ним. Допустим, она останется такой же, но ничего не изменится. Ничего не изменится, почему? Потому что вы все указали в пикселях. Если вы все указали в пикселях, это фактически вы сделали important для вашего размера. Здесь, например, она все четко говорит. Она делает три блока. Одна, в смысле, тот, кто написал статью, а не мифическая она. Короче, вот она сделала, значит, код пены, где три блока, в которых есть текст вместе с заголовками. И этот текст, значит, у него размер шрифтов, размер шрифта в первом блоке указан в пикселях. И, по-моему, line height, да, line height указан тоже в пикселях. Тут написано, собственно. У второго размер шрифта указан в ремах, а line height в пикселях. А у третьего блока все в ремах. Точнее, не так, не все в ремах, font size указан в ремах, а line height просто указан в полтора. Вот так. Ну, тоже относительно, да. Ну, короче, да. Значит, и чем мы будем смотреть, чем хорош третий вариант, спойлер. Если мы будем зумить, сразу идем ниже, если мы будем зумить, она ставит в настройках хрома page zoom 200 по дефолту, то при зумении на самом деле ничего не изменилось. Спойлер, опять же, ну, все выглядит вроде нормально. Вот, скрин, видишь, да? все выглядит. Три блока, все читаемо, все окей. Окей. Дальше она обратно возвращает зум на 100%, но размер шрифта делает very large, очень большой. Соответственно, соответственно, те самые ремы начинают смотреть на вот этот вот размер шрифта, если он CSS-ом не переуказан. смотрит на него, и что-то происходит у вас, верстка как-то изменяется. Она смотрит здесь, и, ну да, первый блок не изменился, он в пикселях, напоминаю, весь. В первом блоке текст, весь в пикселях, все окей. Во втором блоке начинается плохо, потому что line-height остается 24 пикселя, а font-size, соответственно, один рем уже другой, уже все, в смысле, один рем-то остался, а размер-то увеличился, и все начинает слипаться, ты видишь. Тут еще написано, что люди с когнитивными отклонениями могут плохо читать этот шрифт. Я даже без когнитивных, хотя, возможно, не когнитивные отклонения, но я даже так начинаю плохо уже читать. На третьем блоке мы, как видим, просто все увеличилось, читабельность сохранилась. Идем дальше. Хорошо. Она сказала, в принципе, пока пиксели и пиксели неплохо смотрятся, неплохо идут. Первый блок нормально прошел. Пойдем дальше. Дальше там скроль, и где уже именно выделена пиксельная тема. Дальше, короче, она делает в браузере зум при этом. И уже с зумом и размером шрифта начинается, пиксели не увеличиваются, никак не изменятся, они просто очень-очень мелкие, становятся. Супер, короче, как-то их плохо, хрен прочитаешь. И только третий вариант, где все в ремах и в относительной полтора, вот line-height полтора, font-size 1 рем, там все нормально скейлится, изменяется, и классно смотрится при любом вообще раскладе, что ты там в настройках браузера не указал, везде будет читаемо и круто. Вот и вся собственно идея, то есть на самом деле здесь просто эта статья нам типа доказывает, что если мы будем в относительных величинах указывать все, будет круто. В принципе, вот такая темка. Рассказывай, как ты на это смотришь вообще? Я... Во-первых, блог 24 Али. Али это accessibility. А, нихрена, это Али. Но у меня когнитивные искажения, поэтому не может. Вот. То есть, и это 24 ways to increase accessibility, увеличить accessibility, типа того. А вот. Или просто 24 accessibility. Короче, насрать. Это блог именно про accessibility, про доступность в разных вариантах. Доступность это не всегда про скринридеры, это не всегда там про инвалидные какие-то девайсы. Это просто про то, чтобы в разных, так скажем, сейчас я придумаю слово. В разных условиях эксплуатации у нас по-прежнему веб-страницы можно было эксплуатировать хотя бы. Повторюсь, я никогда не меняю вот эту настройку шрифта. Я даже сейчас специально зрители видели, когда ты только начал об этом говорить, я нашел внутри Firefox, где меняется размер шрифта по умолчанию. Там действительно 16 по умолчанию, его можно изменить. Вот. Это я не делаю никогда, но масштаб я делаю часто. И я вижу, когда сделано прям говена. Вот. Я очень люблю сайты, на которых не только текста сделаны ремами и емами, а еще и пейдинги, марджины, и они тоже как бы скейлятся, и классно очень получается. Мне это жутко нравится. Это прям, это круто. Это супер профессионализм верстальщиков. Вот. И опять же, я понимаю, что не только профессионализм зависит от того, дали ли время так сделать, там сверстать, оптимизировать, да. То есть, это еще и напрямую видно, что кроме того, что наняли профессиональных верстальщиков, еще и потратили денег на то, чтобы сделать так. Потому что видит бог, я так делал, я пытался. Вот. Это дорого делать. Да. Это много разработческого времени. Надо соблюсти все, надо все продумать. Архитектуру. Там, короче, сесть, и CSS начинает превращаться в программирование какого-то хрена. Да, да. Особенно первый раз, когда ты это делаешь, когда, ну, ты как верстальщик, ты себе какой-то бойлер-плейт делаешь уже после этого, и потом ты, в принципе, из коробки начинаешь так делать везде. Вот. Кроме, то есть, даже уже твои, там, project-менеджеры могут не знать, что ты так делаешь, потому что все равно никто ничего не зумит, никто ничего не пробует. Вот. Но если, но ты-то знаешь, в глубине души, что если кто-то где-то, какая-нибудь тетенька зазумит, потому что ей не видно, у нее реально весь интерфейс отмасштабируется. Не только текст увеличится, или не только рамки увеличатся, а текст останется, как прежде, а все реально увеличится, она такая, о-о-о-о-о. И она даже не поймет, что это вот тут кто-то там, Петька или Васька, сделали классно. Она просто подумает, что, о, зазумировалась нормально. А на других она бы думает, блин, что-то компьютер не работает. Она даже не подумает, наверное, что это какой-то конкретный сайт так хорошо сделан, а просто вот, вот так вот. Я повторюсь, как человек, который, блин, я часто зумирую. Вот, например, даже сейчас у меня 120% зума на этой странице. Вот, потому что зрители попросили, чтобы им покрупнее было, потому что разрешение монитора большое, 2560-1440, а мы пишем все равно в Full HD. Вот, кстати, сегодня уже не в Full HD, из-за того, что мы теперь на Виндии пишем, мы пишем в Full Scale. В 4К? В 2К. 4К у нас не хватило, а денежков у меня на монитор 4К-шный. На 2К-шный хватило. Поэтому мы в 2К и в 60 FPS. Будет балдежно, я считаю. Я надеюсь, что в 60 FPS. Да. Я думаю, эту темку стоит завершить. Я просто сейчас демонстрирую нашим зрителям и просто и зрителям, как я скейлю этот сайт 24xCibility, и он реально весь скейлиться properly, правильно скейлиться. и от этого как-то тепло и хорошо, потому что я скейлю гитхаб, и он вообще не properly скейлиться. Ну, то есть как? Он достаточно properly, но хотелось бы лучше. С CSS Tricks он вообще не так скейлиться. У него по медиазапросам немножечко как-то это все просто крупным становится, и да. Кстати говоря, о медиазапросах. В тот момент, если у нас медиазапросы не на пиксели, а на ремы и емы, то при увеличенном масштабе или уменьшенном в браузере все ведет себя корректно. А если у нас медиазапросы в пикселях, а мы увеличиваем, то они начинают неправильно работать, неправильно сбиваться, и это вообще это прям боль конкретнейшая. Хоть кто-то, хоть кто раз с этим сталкивался и не забивал, а именно, ну, то есть сталкивался и понимал, блин, это же катастрофа, надо там переделать, доделать там и так далее, он понимает на какая-то боль. Я сталкивался, я понимаю, с тех пор все медиазапросы я всегда делаю в ремах. Вот. Да, да, ну да, это понятно, круто. Напомни, кстати, опять же, мне и нашим слушателям и зрителям, можно же просто в боди, в боди, что я говорю, для HTML тега переназначить дефолтный ремовский, который смотрит на фонтсайд, ты увеличиваешь фонтсайз и от него скейлятся все ремы. То есть, если ты пишешь один рем и дефолтный фонтсайз в HTML с 16 меняешь на 10, то у тебя все меньше сразу же становится, но просто 10 удобнее для математики. 8, много кто на 8 скидывает. Да, по идее у тебя медиазапросы так и должны делать, они должны у тебя именно изменять только фонтсайз, а от этого все начинают плясать. Правильно? Да, ну, нет, просто, понимаешь, медиазапрос, это физически, ну, если мы говорим про медиазапросы по min width и max width, которые по ширине именно вот эти вот, которые для резиновости ты делаешь, ты их указываешь, что когда ширина достигает столько-то ремов, но если ты увеличил масштаб, у тебя 100 пикселей должны увеличиться, потому что ты, у тебя уже 100 пикселей, это 120 пикселей, типа, а если ты пишешь в медиазапросах все еще 100 пикселей, то у тебя масштаб увеличивается, все должно становиться крупнее, а из-за того, что у тебя контейнер увеличивается в размерах, у тебя медиазапрос срабатывает, как будто бы у тебя больше экран стал, а у тебя экран не стал больше, у тебя, ты только приблизил, у тебя наоборот экран типа меньше стал, то есть, грубо говоря, когда ты увеличиваешь масштаб, это как будто ты ушел на 800 на 600 разрешение, у тебя все крупное стало, а тут, когда ты увеличиваешь масштаб, если у тебя медиазапросы в пиксели, у тебя браузер, наоборот, думает, что ты монитор себе взял в 4К, и он только уменьшает все, наоборот, по мему с китайцем, который в бумажку смотрит, вот, поэтому это, это некорректно, то есть, нужно сделать медиазапросы в ремах, и тогда он, когда у тебя, ты увеличиваешь или уменьшаешь масштаб, он и медиазапросы будет увеличивать и уменьшать, ну, то есть, блин, я понимаю, что это плохо на пальцах объяснять, но, в общем и в целом, примерно так. Окей, окей, ну, мы много говорим про это, у нас будут еще темки, не только, не только про ремы, но, может, еще про пиксели, скажем, что это, наоборот, круто, мало ли, может быть, в каких-то случаях пиксели, это действительно круто, да, давай пойдем к тому, что ты скажешь сейчас про патреон, секундочку, а потом пойдем к CSS Tricks. Да, у нас меж теме, я второе, вот, есть такое место, на котором исполняются мечты, patreon.com slash ewebdesign, это место, где можете нас поддержать деньгами, если вдруг хотите сделать, чтобы этот проект дальше выходил, дальше вас радовал новыми какими-то форматами, новыми технологиями, это я про вебки, это такие прям реально новые технологии, нам потребовалось много денег отдать за консультацию о том, как это сделать правильно, вот, поэтому, переходите на ссылки patreon.com slash ewebdesign, мы работаем для вас, а вы можете жертвовать деньги для нас, тем более, тем более, что каждый патрон получает при шоу, это наш второй дополнительный подкаст, который мы пишем перед вот этим основным суровым вебом, он от 30 минут до часа примерно, средь занимает по времени, и мы там обсуждаем всякие интересные дженерик темы, там, про кинематограф, видеоигры, и про то, что с нами в жизни произошло. Что жрали? Вот это вот надо говорить. Еду. Что жрали, чем срали, да. Еду, чем срали. И именно это мы там обсуждаем, поэтому. patreon.com slash ewebdesign, все ссылки есть в описании, не скупитесь. Хотя бы один доллар задонатьте, и сможете слушать, что жрали, чем срали. Чеканной монетой. Вот, да. Переходим в CSS Tricks. У нас очередная CSS-ная темка, и еще... Не толстая CSS-темка, кстати. Нет, не толстая, Сара Драснера ей написала эту темку, и она, мне кажется, уже в штате у них в CSS Tricks. Она в штате, как минимум. Поэтому она, как минимум, тоже уже толстая темка стала, возможно. Ее темки тоже можно толстыми, возможно, сделать. Все, кто вступает к Крису Койру, становятся автоматически толстыми темками. У них проблемы с лишним весом стопудово начинаются, да. Это еще одна темка, на которую я возлагал большие надежды. Я думал, а, нифига, там сейчас будет 100 вариантов. Ни хрена, здесь всего два варианта, мы их миллиард раз обсуждали, но повторение, так сказать, мать учения. Уже эта темка попала к нам в верстку, в канцелярию ее утвердила, поэтому мы ничего не можем сделать. Заднюю дать мы не можем. Вот, поэтому... Ну, у Сары Драснера для нас два метода, как накладывать контейнеры друг на друга. Первый вариант, чтобы они перекрывали друг друга, то есть вот, как я сейчас ладошки сделал, на вебке можете посмотреть, одна ладошечка на другую. Так вот, первый метод, это с помощью свойства position, с помощью абсолютного позиционирования. Вот, ну и нам Сара Драснер напоминает, если просто сделать у контейнера position absolute, то он в угол страницы уходит, вот, потому что он абсолютно относительно не родителя, а относительно HTML делает. Если мы укажем, что у родителя свойство position равно relative, то есть относительный, он сразу же, дочерний контейнер, он внутри него станет абсолютным, потому что relative нам говорит, что относительно этого родителя. И так, соответственно, каждый абсолют внутри relative, relative внутри других relative и так далее. То есть свойство position позволяет нам указать, как какие контейнеры друг к другу будут относиться. То есть мы можем же relative не у прямого родителя указать, а у родителя родителя. И тогда, соответственно, наш дочерний контейнер будет абсолютно спозиционирован уже от родителя родителя. То есть так можно добиться разных всяких штук. Подобные фичи работали еще тысячу лет назад. С С С 2. Position это такое прям старое свойство. Я понимаю, конечно, что у них сейчас добавили новые правила типа position sticky, которые добавились только уже пару лет назад, год назад. Еще, по-моему, даже не везде доступны. Ну-ка, caniuse.com. Посмотрим position sticky. Sticky. Давай. Да, до сих пор в Edge доступно только частично. В Chrome доступно только частично. Короче, только в Firefox полная поддержка и в Safari с префиксом. А во всех остальных доступно только частично. Поэтому свойство position до сих пор живет, живет полной жизнью. Вот. Но все базовые значения типа relative, absolute, fixed и прочий. static. Кстати говоря, если position не задан, то у него значение static. Оно просто не пишется, и его мало кто пишет, потому что вместо статика можно написать initial, то есть изначальное значение. но вообще по дефолту position static всех контейнеров. Так вот, и соответственно, если мы делаем position absolute, то мы можем несколько child просто по координатам абсолютить друг на друга. Вот. И у одного сделать left 0, то есть от левого края 0 пикселей отступ, а у другого left 150, то есть от левого края отступ 150 пикселей. И вот зрители могут видеть, что два контейнера друг на друге находятся. Они еще тут чуть-чуть просвечивают и просвечивая емость, она накладывается друг на друга, но это все в соответствии с тем, как сверстаны через APCity и так далее. Можете посмотреть, собственно. Здесь code пены приложены, поэтому вы понимаете, откуда это что берется. И через бэкграунды с альфа каналом и так далее. Короче, посмотрите, если интересно, как именно это верстается, а так в общем и в целом вот с помощью позишенов можно контейнеры перекрывать один на другой. И второй способ это с помощью CSS грида. Как бы вы могли подумать. Мы на несколько child'ов накидываем CSS свойства grid-area и указываем 1,1,2,2. То есть 1,1,2,2 это 1,1 это в первую дырку суй, а 2 во вторую дырку. И мы соответственно первые два child'ов в одну в первую дырку суем, а в два вторых child'ов во вторую дырку суем. Все. Соответственно, у родительского контейнера мы размечаем дырки grid-темплейт columns и grid-темплейт rows. Что у первой колонки 250 пикселей соответственно ширина и 150 высота. То же самое у второй. Вот. И короче говоря, если мы у второго child'а просто делаем margin-left 200 пикселей, то есть отступ с левого 200 пикселей, то он находится там же, где и первый в первой дырке, то есть если их не сдвигать, то они друг на друге будут. Ну и мы margin-left 200 просто его сдвигаем и соответственно он тоже получается сверху первого и вот на 200 пикселей отстает. Зачем такого поведения достигать гридами я не понимаю. Ну то есть блин, из покон веков такие наложения позишнам делаются более так скажем как сказать-то более bulletproof, то есть в большем количестве браузеров это будет поддерживаться, несмотря на то, что CSS Grid это уже давно не rocket science, если мы опять же перейдем на can I use и посмотрим на CSS Grid, CSS Grid layout уже везде давно зелененькое, даже в EG уже частично поддерживается, да, в E начиная с 10-го, что ты ржешь-то? Вот, это уже тоже можно безболезненно использовать, просто я уже потом понял, что эта статья это на самом деле реклама CSS Grid генератора, а это сервис как раз Sarah Dressner, которая она позволяет типа накликать визуально CSS Grid какую-то штуку и она нам высорит CSS-ный так сказать код. Все, конец истории. CSS-ку. Да. Понятно. Нифига себе, то есть как оно замуровало, это же надо придумать так, это же надо уметь такое. Ты когда захочешь трафика, еще не такое придумаешь. Блин, прям, блин, выдумать два способа описать и своим инструментом сделать второй, причем неочевидным. Короче, блин, это... Вот за это можно похвалить. А я не буду. Я считаю это подло. Не знающие пользователи. Молодые неокрепшие умы... Молодые неокрепшие в подкасты-то берут, думают, там что-то классное будет, а там вот не очень. Молодые неокрепшие подкастеры, понятно, я понял. Хотя здесь даже нету кнопки доната особо. Да понятно, что это... Сань, это... Так просто какие-то игры. Тем не менее. Тем не менее, ссылка на твиттер-то есть. Ну ладно. Видимо, все ради этого. Ну ладно. Ну что, переходим от CSS к завершающей темке. Понял, да? Че? Кор-тим в UGS. А вот напишет Hi 150к подписчиков. Hi. Ну все. Вот не буду подписываться из принципа. Ладно. Посмотрели эту темку. Тебе какой вариант больше нравится? Я сначала хотел сказать про CSS гриды, что о нихрена современненько. Вот. Но потом подумал, что все-таки реально как-то нативнее выглядит первый вариант. Вот именно нативнее. То есть CSS гридами может современненько, но первый вариант... Ну нельзя исключать такого, что реально CSS гриды где-то будут не поддерживаться или еще какая-нибудь плюс. Ну там реально с ними происходят какие-то космические вещи. Вот. А все-таки первый вариант больше нравится. А мне еще понравилось, что Крис Койер в комментариях указал, что у него просто с негативным маржином обычные флот элементы сделаны, и они друг друга перекрывают просто и все. он там понтонулся. Так что он третий вариант еще предложил, да, и понтонулся тем самым. В кепочке. блин, молодец, он что-то еще там интересуется. Зашел прям, да кого тут уже пять комментариев, уже все, уже мхом порастает CSS стриксы. Хотя, опять же, он тут выложил классический thank you пост в конце года, и у него там миллион уже трафика на сайте. Ну, это да, видимо, никто не пишет комментарии. да, да, да. Потому что все в соцсети ушли. Это точно. А кто заходит на его статьи, это вот чисто подсмотреть какое-то решение, то есть он же там выкладывает основные трафик, там в основном на этот, раздел гайд и на фликсбокс. То есть у него до сих пор самое популярное это как писать фликсбокс, поэтому что тут говорить-то вообще? Ну да, это смешно. Погнали. Последняя финальная темка в этом подкасте мнение. Удаленная работа выгодна бизнесу. Мы назвали эту темку немножко иначе, вы поймете почему на самом деле. Чувак пишет, я, говорит, понимаю, в принципе, почему многим людям хочется ходить каждый день в офис на 9 часов. На 9 часов имеется в виду 8 плюс обед. Ну, я понимаю, конечно. Он пишет, почему вообще люди? Первое, социализация. Второе, лояльное отношение начальства к результату и срокам. В скобочках при условии присутствия на рабочем месте. Это как, типа, знаешь, ну, если на пары ходят, значит, можно зачет поставить. Третье, меньше тревоги, ненужности, когда нет задач. То есть дома ты такой, блин, задач, нет, я никто, я умираю, я не... И последняя сложность самому организовывать свое свободное время. Это, собственно, к предыдущему, меньше тревоги, ненужности, когда нет задач. Сложность самому организовать свободное время, которое возникает при отсутствии офисной работы. Блин, вот мне бы такие проблемы, а? Это такие проблемы. Тревога, чтобы у меня появилась, когда нет задач, вот это вот, я прям хочу посмотреть, когда у меня появится тревога, когда нет задач. И сложность организовать свободное время. Тут люди, судя по всему, не женатые. Ну, короче, тревога не мальчиков, но мужей, в общем. А он говорит, но я не понимаю, зачем бизнесу в IT, это важно, заставлять ходить работников каждый день в офис. И он описывает минусы. То есть, на самом деле, минусы, по его мнению, реально есть, они очень весомые, и для бизнеса это прям вот реально, хочется, чтобы прям все IT-бизнесы перешли на удаленку, на работу по удаленной программе с работниками. Ему хочется. А мы сейчас посмотрим, хочется ли нам. Минусы для бизнеса. Интриги, заговоры, предвзятое отношение работников друг к другу на основании разности имиджа, запаха и предпочтений, регулировки температуры в комнате. Все это порождает саботаж и падение продуктивности. То есть, когда люди встречаются в офисе, они начинают плохо друг к другу относиться, не только там, что кто-то в слайке дерзко написал, или плохой код задеплоил, тем более, непонятно, что плохой код, ну типа, хорошо, плохой код хрен с ним, но может человек хороший, да? А люди начинают узнавать других людей, тем более, ты представляешь, какой зверинец может выползти? Это я про нас с тобой. Да, конечно. И когда мы с тобой выходим, если мы с тобой в один офис попадем, это же просто, мы, во-первых, обувь сразу снимаем, и я носки сушу. Я пержусь уже просто. Да, конечно, мы вообще не стесняемся. Поэтому сразу негативное какое-то отношение к нам почему-то, хотя вроде ничего не делаем. Это первый минус. Далее. Второе. Чрезмерно лояльное отношение к срокам реализации. Работа в IT должна быть про результат, а не про процесс. На удаленной работе любой день без выполнения задач сразу бросается в глаза. При офисной можно месяцами имитировать работу присутствием или же растягивать время выполнения задач. Часто начинается война между начальством и работниками, запрещаются перекуры, ставятся камеры, наказываются опоздания, но даже привязанный к стулу на 8 часов человек найдет способ сделать задачу медленно или не сделать вовсе. Аминь. Это вот правда. Это никак не зависит от любого контроля, который... Да. Да. И, кстати, я скажу, что в натуре чувствуется, когда если ты на удаленке сидишь, ничего не сделал, чувствуется, что ты ничего не сделал. Во-первых, тебе саму чувствуется, что ты ничего не сделал. Потому что на удаленке как-то ты более сам за себя отвечаешь, и у тебя какая-то вырабатывается совесть. Вот реально совесть. Потому что тут именно над тобой никто не стоит, и кто-то же все равно должен стоять вроде, да? И ты такой, блин, я же в натуре сделал меньше, сделал... Это не сделал задачку, хотя обещал, и так далее. Короче, согласен. Согласен с этим пунктом. Следующий пункт. Мнение. Мнимое чувство контроля и дружбы. То есть владельцам кажется, владельцам компании, если накупить приставок, теннисных столов, офисы, оплатить операцию на сердце работника, то он останется вечным рабом их компании. На деле же все также уходят на зарплату получше, уводят клиентов и создают свои компании. Не, ну возможно, все-таки для кого-то это реально работает. Я, то есть, не то чтобы про себя или там мне друг рассказывал, вот, но мне почему-то кажется, что есть люди, просто я вижу, даже в нашей компании, есть люди, которые реально от этого кайфуют и которых это, возможно, как-то удерживает. Может быть, может быть, то есть тут не факт, что он прав, нужна какая-то супер статистика, которую никто не делает. Да, надо опять же, надо опять же просчитать, потому что вполне возможно, что так-то оно так, но, ну в смысле, есть такие люди, которых это держит, но их 2%, и ради них одних это все держать и делать нет смысла, поэтому, да, согласен. Неэффективная коммуникация. Каждый может отвлечь другого при любом мелком вопросе. Я сразу вспоминаю про то, как в клинике, в сериале клиника J.D. отвлекает доктора Кокса постоянно. Вот. Неэффективная коммуникация абсолютно. При асинхронной удаленной работе, особенно асинхронной, человек сначала попробует решить проблему без другого, чаще, чем при работе в офисе с нормированным рабочим днем. То есть, какой-нибудь падаван юный не будет отвлекать мастера джедая каждую секундочку, потому что... Он может и будет, мастер джедая отвечать просто не будет. Ну, то есть, он вполне может не отвечать, да, да, да. Мастер джедая может выйти позже на работу, может не выйти на работу, может вечером все сделать. То есть, в любом случае, ты как падаван останешься один, один-на-один со своей задачкой и проблемой, и будешь понимать еще, опять же, у тебя та самая совесть будет, блин, а я же не... Я, получается, не делаю эту задачу. Я вам... Поэтому, да, тут согласен. Ну, и последнее, траты на офис. Ну, это очевидно, да. Да. Траты на офис. Вот. Здесь еще смешно написано. Все это, все это применимо при условии, если бизнес хочет создать конкурентноспособный продукт и увеличить капитализацию. Если цель приятно проводить время в качестве начальства, то смысла в этой заметке нет. Вот такой какой-то... Что ты добавишь, убавишь, может быть, с чем-то не согласен, может быть, с чем-то супер согласен? Я, может быть, в общем и в целом дженерик ли я согласен, хотя это как-то грустно. Я хочу, чтобы в мире было больше компаний и бизнесов, которые невозможны на удаленке. Чтобы в мире было больше деятельности, которая исключительно командная и которая в командном варианте, вот именно когда все бок о бок, которые там вместе в столовку идут в одно время там и так далее, чтобы такой деятельности было больше. Мне кажется, что в общем и в целом если каждую довести деятельность до такого сценария, то она будет более продуктивна, чем когда вот так... Просто я могу столько же минусов назвать в удаленной работе, если в крайности вкидаться. И про интриги, заговоры и всякое другое. Как бы здесь еще... Когда вас разделяют километры расстояний и экраны мониторов, еще больше можно за глаза что-то говорить. До тебя никто не достанет. То есть каждый из этих минусов я могу сказать как бы синхронный минус в удаленной работе. поэтому я бы не спешил так сильно с выводами и мне кажется, что в некоторых сферах невозможно... Ну то есть если говорить о строительстве, как ты там удаленно что-то сделаешь? Ты не можешь ничего сделать удаленно и там хочешь не хочешь тебе нужно устраивать какой-то тимбилдинг, делать так, чтобы вся команда там или бригада была суперсложена. Вот. И в этом и есть основной навык руководителя, чтобы именно построить коллектив, а просто нанять самых дешевых удаленных людей и увольнять их, если они там за секунду, за сегодня тебе что-то там не сделали или не изобразили деятельность, это немного людоедское говно и я, в общем, такой достаточно против этого всего. На самом деле у меня просто слово капитализации триггернуло. Я понимаю, да. Тут чувак пишет конкретно про IT, естественно, на других этих по-другому. Вот. А конкретно в IT представим себе, может ли, как ты думаешь, быть такой очень сплоченный офис айтишников, где каждый работник друг за друга и молотком бьют. Можешь себе представить такое? Наверное, в идеальном мире есть он. Еще раз, каким молотком? Я чуть не понял метафору. Или прослушиваю. Ну смотри, представь себе, что у нас есть, вот, допустим, есть, короче, бригада строителей. Они слаженно работают, потому что вместе они еще потом пиво идут пить и так далее. Ну-ну-ну-ну-ну. Паспортанцы. Такой же офис, паспортанцы. Есть такой же офис айтишников. Можно ли такое себе представить? Вот таких чуваков, которые, блин, вместе, они потом еще после этого в контру играют, сидят. Можно. Допустим. То есть, в целом можно. Не то, что ты мне сейчас скажешь, ну вообще айтишники, они сложные, такие схемы, они каждый сам за себя. Я такого не буду говорить, есть нормальные. Вот я просто по нашему корпоративному чатику сужу, вот, там чуваки прям... уже тебе говорить. Я не наш корпоративный в смысле нашего проекта, а именно чатик нашей компании общий, где 200 человек. Там есть костяк 20 человек, которые все время общаются, они работают на разных проектах, но из-за того, что они в одном офисе работают, они потом и пиво идут вместе пить, и они там обедают вместе, и в общем у них именно такая движуха идет просто из-за того, что они вот в одной компании и приятно проводят там время. Даже несмотря на то, что на разных проектах. То есть там, ну это реально работает. И кто-то из них, кто работает на одном проекте, они при этом более продуктивно работают, чем просто два нонейма из разных команд, которые там распределенно, удаленно где-то там сидят, что-то пердят по скайпу и так далее. Это про нас с тобой причем. Это конечно, это я имею ввиду нас, да. Поэтому, блин, это я считаю, что... Давай так, я работаю удаленно, вот например я, только сугубо из-за того, что в Челябинске не платят столько, сколько я могу получить удаленно. Если бы мне платили столько же в офисе, я бы предпочел офисную работу. вот хотя это менее гибко, я бы не смог там какие-то дела свои делать, там что-то еще, но вот эта вот дисциплина, которая была бы, даже если она хоть сколько там мнима или хоть какая-то что-то, и то, что все бы работали над общим результатом, который вот можно было бы здесь и сейчас пощупать, там и так далее. Опять же, в офисе продуктовой разработки, то есть в офисе аутсорсной разработки, наверное, нет. Это все-таки как-то, ну, ты не чувствуешь проекты, которые ты делаешь, ты кому-то там, тебя тут купил на 20 стори-поинтов, а потом нет. И все. А я имею в виду, да, если это офис продуктовой разработки, вы делаете какой-то общий продукт для компании, который вы сразу же после релиза увидите, как восхищаются люди или там наоборот не восхищаются и так далее. есть в этом что-то такое, которое... Это не заменить. Вот. Угу. Окей. Не знаю, что тебе еще сказать по этому поводу. Мне понравился ответ, достаточно развернутый, скажем так. А ты-то подожди, ты полностью, что ли, поддерживаешь Юрия Джи? Как сказать, на самом деле, я понимаю идею того, чтобы всем вместе работать в офисе, это круть, и, в принципе, я и работал в офисе, и это круть, вот, и там, короче, чуваки, но я и в том числе понимаю, что зачастую многих людей это не удерживает, и костяк костяком, но чуваки отваливаются, все разные люди, и кто-то, кто-то, короче, в итоге уже перестает быть в компании, кто-то то, сего, короче, идеалистическая хреновина разбивается об рутину, так скажем. Вот, и поэтому, если в идеальном, опять же, если ты меня спросишь, то в идеальном, значит, вообще мире, то ходить в офис с фулл командой друзей, классных чуваков, или просто приятных людей, с которыми делать продукт, это суперкруто, да, согласен, но не в идеальном, это все, как бы, такое, то есть, это все, один чувак уходит, третий, второй, этому перестает нравиться, это то, все, короче, все это, вот, превращается в удаленку, короче говоря. Ну, я, да, я согласен всегда, что истина, она всегда где-то посередине, даже если ты уже взял где-то посередине, значит, вот посередине, между твоей серединой и крайностью. Ну, согласен, да. Что, обойка? Да, обойка, я сейчас на сцене. Апатроны, апатроны. Будем? Ну, конечно, будем. Что, я сейчас все равно оставлю обойку. Пока ты открываешь, я быстро скажу, во-первых, мы не сказали сегодня, исправляемся, про то, что у нас есть почта проекта, worksobaka.uwebdesign.ru Можете написать туда, если есть какие-то предложения, пожелания по проекту, может быть, не знаю, есть какие-то рекламные предложения, еще что-нибудь, worksobaka.uwebdesign.ru Это я сказал, и второе, я еще скажу, что у нас есть чат в Телеграме, где все друзья сидят, так скажем, друзья друзей, сидят, чат в Телеграме, можете на него попасть через наш канал в Телеграме, t.me slash uwebdesign. Кстати, Игорь Асанин, ты это знал или нет, есть какие-то ссылки, которые открываются без VPN, что-то типа Telegan, Telegram Gun, я сейчас не буду говорить, какие конкретно, потому что я просто не знаю. t-du.ru slash и вот. короче, ты понял, да, их можно без VPN сразу пахнуть. Да. Ну, я так просто, вдруг. У нас такие под УВД Геймсовскими стримами. А, нихрена. А может, здесь тоже уже я их добавлю. Да, они меня бесят, там везде реклама, когда ты на них переходишь. Да, да, это... То есть они, к сожалению, злоупотребляют своим положением уникальным, и да. Окей, спасибо нашим патронам, благодаря которым этот проект возможен. 40-долларовый Макс, 20-долларовый Константин Гончаров, Никита Ларк, Олег Цепеш и Иван Мерзавцев, 10-долларовый Графа Балмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, далее по списку, так человек себя переименовал, Алекс Яценко, Кеша Пуделев, Константин Русанов, Петр Гульчук. Новые люди даже звучат. Спасибо, Петр Гульчук. Мы видим, ты вчера подписался. Подкаст выйдет, правда, через две недели, ты уже отпишешься за это время, но тем не менее. Пятидолларовый Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Заболоцких, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Петр Гаврилов, Паша Погнали, Алекс Ефремо, Тёма Фарт, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Альберт Караев, Дмитрий Перещук, Антон Савинчук, и Гладкий Б. У. Вот такие люди у нас есть в пледже за 5 долларов. Я сейчас ищу, да. Как-то много вкусного нового чего-то, мяса. Я почувствовал. Ну, давай сейчас чуть-чуть старого мяса. Сэм Белов шестидолларовый, Рома Фролов и Владимир Анохин пятидолларовый. Пацаны, которые пледж не выбрали, но выбрали столько денег. Спасибо вам всем, чуваки. Вы очень крутые. Вот. Сэм Белов, например, неделю назад ещё не оплатил, а сейчас у него уже стоит paid. И в скобочках 14 января. Он только сегодня донёс, но всё-таки донёс. Ну вот. У нас, кстати, есть ещё раз, два, три, четыре. Четыре человека, которые не донесли, и один, который уже отказался и не донесёт. И мы снова пишем. Мы снова пишем. Переходим к обойке. Для слушателей и зрителей, точнее для слушателей, только расскажу, зрители видят, на обойке фотография такой стоянки, парковки, которая немного в тумане. Есть рассеянный свет от фонаря, и несколько машин одиноких стоит среди нескольких одиноких кустов. Вот такая фотография. На переднем плане, по-моему, BMW. Да, мне кажется, это BMW. Короче, вот. Я скажу нашу версию подкаста. Я считаю, что наш подкаст, его вообще нет на фотографии. Я уже настолько, короче, пытаюсь где-то куда-нибудь улететь, чтобы просто, во-первых, с тобой не повториться, а во-вторых, что-то такое сказать. Здесь нету этого подкаста нашего на фотографии. Его не видно из-за тумана. На самом деле, наш подкаст, это вот на таких парковках очень любят собираться чуваки дрифтовать ночью. Ну, кстати, да, да. Вот наш подкаст, это сейчас там, в тумане, дрифтующая машина между других машин. Вот. И она пролетает прям, короче, вот так в заносе, задом, короче, всеми вебками нашими, которые у нас появились. Вот так вот аккуратно, мимо столба вот этих всех тачек, короче, мимо бэхи, вот это аккуратно, ничего ей не задевая. Все классно проезжает, короче, и вылетает дальше ехать. Вот так. Слушай, красиво. Еще более красиво то, что ты показывал на вебку, но я-то вебки отключил, пока мы обойку смотрим, чтобы зрители могли все детали есть. Просто потому что мог. Ну да, но я видел, я видел. Вот. Я, кстати, скажу более банально, что наш подкаст это фонарь, и он даже сквозь такой туман может немножечко освещать и вам, уважаемые зрители и слушатели, вот этим одиноким машинам на парковке. Может быть, кто-то из вас это подросток, который пьет на парковке, это же тоже стереотипная тема, что на парковках бухает. Потому что парковки очень часто около liquor stores, вот, и кто они купили, там сразу же и перепевается. Вот. Вы, зрители и слушатели, все равно, даже сквозь такой туман чуть-чуть видите благодаря нашему подкасту, сквозь вот этот туман информационного шума, который вокруг вас находится. Вот. Вы видите, и да, я считаю, это очень круто. Спасибо вам за то, что вы с нами. Да, спасибо всем. Я возвращаю в вебки. Можем целовать в камеру что-нибудь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Как колокольчик пальчиками показать? Почти как сердечко. Я желудь какой-то показал. Я бы сейчас показал колокольчик, ты уже знаешь. Это одно и то же. Спасибо, да, спасибо, что смотрели. Увидимся через неделю, как обычно. И что, да? Впереди 2-2-2. Выпуск 2-2-2, между прочим. Вау. Ага, я тоже так далеко и не думал, а как? Оказывается, вон оно как. Ладно, увидимся, давайте. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok